100 самых невероятных открытий, которые вас могут удивить. Находки Второй мировой войны, после которых мир уже не будет прежним. Шокирующие открытия археологами инопланетных объектов. Загадочные пирамиды, обнаруженные в самых необычных уголках нашей планеты. Документальный фильм, который изменит восприятие нашей истории. Заваривайте чай и приятного просмотра. Привет, друг, ты на канале Киртоп. Абажур из Бухенвальда В апреле 1945 года, когда США освободили концлагерь Бухенвальд, Карл Штрауб, политзаключенный, обнаружил абажур из человеческой кожи в доме офицеров СС. С этого момента и до 1990 года, в эпоху ГДР, абажур был выставлен в музее, расположенном на территории бывшего лагеря, став символом ужаса нацистов. Позже его убрали с публичного просмотра, вызвав споры о происхождении, кожа ли это на самом деле или пластик. Недавно в музее Бухенвальда прошла конференция с участием Марка Беннека, криминального биолога, который после детальной экспертизы подтвердил, что абажур сделан из человеческой кожи. В музее подчеркнули, хотя демонстрация человеческих останков на выставках противоречит этическим нормам, они сохраняют такие экспонаты в коллекции, как свидетельства нацистских преступлений. Подземные заводы В Германии были обнаружены остатки подземных заводов нацистского режима, где с применением принудительного труда заключенных концлагерей разрабатывались и производились ракеты Ви-2 и другое военное оборудование. Эти заводы, скрытые глубоко под землей, были созданы для обеспечения продолжения военного производства в условиях союзных бомбардировок. Исследование этих подземных комплексов открывает новые страницы в понимании масштабов и методов, применяемых нацистской Германии в своих попытках достичь технологического превосходства во время войны. Открытие подчеркивает жестокость режима, демонстрируя, что для достижения своих целей нацисты не остановились перед массовым использованием рабского труда. Эти подземные заводы стали мрачным символом индустриализации военных преступлений и крайних мер, которым прибегали нацисты в стремлении к победе. Позырыкский ворсовый ковер Открытие Позырыкского ковра в 1949 году в одном из курганов древнепозырыкской культуры на территории Республики Алтай стало настоящей сенсацией. Это не только древнейший из известных ворсовых ковров, но и бесценный исторический артефакт, демонстрирующий высокое мастерство искусства того времени. Находку сделала экспедиция Института археологии Ан-СССР под руководством Сергея Руденко. Исследование курганов позырыкской культуры началось еще в 19 веке. После обнаружения ковра археологи провели его тщательный стилистический и художественный анализ. Было изучено все, от пряжи до техники ткачества. Сравнение деталей ковра с известными орнаментами предметов искусства того времени позволило сделать вывод о его не алтайском, а вероятнее всего переднеазиатском или среднеазиатском происхождении. Сергей Руденко также отметил, что уже в эпоху Ахиминида в Персии производились ворсовые ковры, которые использовались не только в быту, но и как символ власти и богатства, что подчеркивает их значимость в культуре и искусстве того времени. Металлическая дверь внутри скалы С начала 21 века многочисленные истории и слухи окружают строительство Байкала-Амурской магистрали в России, некоторые из которых удивительно имеют под собой реальные основания. Во время активных работ на этом железнодорожном пути работники сталкивались с аномалиями и паранормальными явлениями, заставляя многих называть магистраль призрачной. Среди рассказов особое место занимает история о призраке железной дороги, поезде, проезжающем мимо без звука, свидетелями чего становились как строители, так и местные жители. По мнению ученых, происхождение этих рассказов может быть связано с событиями 1940-х годов, когда во время восстания заключенные угнали паровоз в попытке побега. Загадки не обошли стороной и туннели Бама, в частности Северомуйски, строительство которого длилось более 25 лет из-за неожиданных сюрпризов, ставящих перед строителями новые вызовы. Тайны, связанные с этими сооружениями, включая историю о Белом Шамане, предвещающем катастрофы, лишь усиливает ауру мистики вокруг магистрали. На каждом шагу строители сталкивались с новыми препятствиями, требующими немедленных решений. Одним из наиболее интригующих моментов стало обнаружение металлической двери в одной из секций туннеля после прорыва подземного источника, который привел к гибели 30 человек. Дверь, ставшая настоящей загадкой, так и осталась нераскрытой тайной, как и странные звуки, доносившиеся из-под земли, напоминающие стук. Попытки объяснить эти феномены варьируются от предположений о высокой концентрации газа радона, способного вызвать аудиогаллюцинации, до историй о нечистой силе, обитающей в глубинах туннеля. Дополнительную интригу вносит Чёртов мост, часть этой же магистрали, славящаяся своими тайнами и мифами. Несмотря на все технические и мистические трудности, Северомуйские туннели и Чёртов мост остаются важнейшими сооружениями БАМа, а истории, связанные с ними, продолжают волновать умы как специалистов, так и путешественников. Ответы на многие вопросы до сих пор не найдены, и каждая новая загадка только углубляет таинственность этих мест. Золото Ямаситы Одной из самых захватывающих и загадочных историй, связанных со Второй мировой войной, является легенда о золоте Ямаситы. Эта история начинается с японского генерала Тумоюки Ямаситы, который, согласно многочисленным рассказам, смог собрать огромные сокровища, захваченные во время японских военных кампаний по всей Юго-Восточной Азии. Легенды утверждают, что в конце войны, предвидя неизбежное поражение, Ямасита и его подчиненные спрятали эти сокровища в различных местах на Филиппинах. С тех пор золото Ямаситы стало предметом многочисленных экспедиций и поисков, привлекая охотников за сокровищами, историков и приключенцев со всего мира. Но ни одна экспедиция до сих пор не смогла найти окончательных доказательств существования этих сокровищ. Легенда о золоте Ямаситы обрастала слоями мифов и домыслов, говоря, что среди спрятанных богатств находились не только золото и драгоценные камни, но и артефакты невероятной исторической и культурной ценности. По одной из версий, японское командование использовало сложную систему шифров и карт, чтобы обозначить места хранения сокровищ, многие из которых были утеряны или уничтожены в последние дни войны. В попытках разгадать тайну золота Ямаситы были предприняты десятки экспедиций, некоторые из которых заканчивались трагедиями и даже смертями. Это подчеркивает опасности, связанные с охотой за сокровищами и сложность поиска в условиях джунглей и горных районов Филиппин. История золота Ямаситы продолжает вдохновлять новые поколения исследователей. Она напоминает о том, что многие тайны Второй мировой войны до сих пор не раскрыты. И кто знает, возможно однажды кто-то сможет разгадать загадку и обнаружить затерянные сокровища. Японский линкор Мусаши Линкор Мусаши вместе со своим братом Ямато представлял собой апогей японского военно-морского инженерного искусства во время Второй мировой войны и был одним из самых больших и мощных военных кораблей, когда-либо построенных. Запущенный в 1940 году, Мусаши весил более 72 тысяч тонн при полной загрузке и был вооружен 9-ю 460-мм орудиями, которые могли стрелять снарядами весом более одной тонны на расстоянии до 42 километров. Эти гигантские корабли были разработаны для доминирования в Тихоокеанском театре боевых действий, но их судьба оказалась трагичной. Мусаши вел активные боевые действия во время войны, участвуя в ряде крупных сражений, включая битву в Сибуянском море, где и был потоплен в октябре 1944 года американской авиацией. Потопление Мусаши стало символом изменения приоритетов в морской войне, где преимущество перешло к авианосцам и авиации, а гигантские линкоры утратили свое превосходство. Обнаружение обломков Мусаши в 2015 году поклонникам подводных исследований и сооснователям Microsoft Полом Алленом стало важным событием. Команда Аллена нашла корабль на глубине более 1000 метров в Сибуянском море. Использование современных подводных аппаратов позволило получить уникальные кадры обломков корабля, раскрывая детали его конструкции и повреждений, полученных в последнем бою. Сверхъестественное уничтожение Махенджудара В 1922 году офицер археологической службы Индии вместе с буддийским монахом отправился в район, оказавшийся религиозным памятником. Вместо курганов из грязи и камней в местечке Синд, современная территория Пакистана, был обнаружен целый город бронзового века с сеткой улиц, с лодкой системы дренажа и смывными туалетами. Город был частью харабской цивилизации, достигнувшей рассвета 5000 лет назад и прекратившей свое существование около 1900 года до н.э. Курган мертвых является наследием одной из старейших цивилизаций. Жители Махенджудару ничем не уступали Египту и древней Месопотамии. Когда-то этот регион населяло около 35 тысяч человек, но археологам удалось найти лишь 43 скелета, сохранившихся до наших дней. Исчезновение города было загадочным, но в 1977 году британский исследователь обнаружил доказательства, свидетельствующие о том, что причиной послужил сильный взрыв. Расплавленные камни и кальцинированные скелеты позволяют предположить, что жители Махенджудару погибли мгновенно. В 2014 году доктор минералогии провел серию анализов и тестов, что позволяет утверждать о связи харабской цивилизации с пришельцами. На это указывает не только высокий уровень развития местных жителей, но и то, что они сгорели при температуре в несколько тысяч градусов. Вулканов здесь нет, а технологий, позволяющих достичь таких температур, не существовало. Истребители Spitfire в Бирме Эти английские истребители, известные своей скоростью, маневренностью и огневой мощью, играли ключевую роль в битве за Британию, став символом мужества и отваги. По легенде, перед лицом японского наступления десятки новых Spitfire были похоронены в джунглях Бирмы, чтобы предотвратить их захват. С тех пор они превратились в своего рода святой граай для искателей сокровищ и военных археологов. Годы поисков и изучения карт и документов времен войны привели к началу крупномасштабных археологических раскопок. Используя современные технологии, включая георадарные исследования и спутников и навигацию, команды археологов смогли обнаружить предполагаемые места захоронения этих самолетов. Возбуждение и напряжение нарастали с каждым днем раскопок. Ведь каждый мог стать свидетелем обнаружения не только великолепно сохранившихся образцов авиационной техники, но и ключевых элементов военной истории. Найденные Spitfire представляют собой модели, отправленные из Великобритании для поддержки союзников в Азии. Их обнаружение позволяет специалистам и реставраторам воссоздать и понять технические аспекты и условия эксплуатации этих легендарных машин. Машина Enigma Машина Enigma является одним из наиболее знаковых символов криптографии 20 века. Созданная немецким инженером Артуром Шербиосом после Первой мировой войны, она изначально предназначалась для коммерческого использования, но была быстро адаптирована военными в качестве основного инструмента для шифрования связи. Enigma представляет собой электромеханическое устройство, в основе которого лежит комплексная система вращающихся барабанов и электрических цепей. Каждое нажатие клавиши вызывало вращение барабанов, создавая каждый раз новую шифровку. Более 150 квинтиллионов комбинаций Enigma оказалась неприступной крепостью. В разгар Второй мировой войны важность взлома кодов Enigma для союзников была настолько велика, что в Брэчли парк в Великобритании была собрана команда ведущих математиков и криптографов, включая Алана Тьюринга. Тьюринг и его коллеги разработали ряд устройств, известных как бомбы, которые смогли автоматизировать процесс взлома кодов Enigma, значительно ускорив его. После войны машины Enigma и истории о их взломе окутали множество легенд и мифов, став символом интеллектуального противостояния во времена глобальных конфликтов. Сегодня экспонаты Enigma можно увидеть в музеях по всему миру, напоминая о сложности войны, важности разведки и неоценимом вкладе ученых в победу над нацизмом. Эротические граффити На острове Астепалея в Греции были найдены уникальные археологические артефакты, одни из древнейших эротических резных изображений и описания интимных отношений между мужчинами, датируемые V-VI веками до н.э. Это открытие сделал доктор Андреас Влахупулос во время экскурсии со студентами. На известняковых плитах изображены мужские половые органы, а рядом выгравированы надписи на древнегреческом. Некосетим был здесь верхом на Тимеоне, что подчеркивает открытость и детальность изображения сексуальных сцен. Эти находки рассказывают о личной интимной стороне жизни древних греков, о которой известно не так много. Отношения между мужчинами в Древней Греции были общепринятыми, но редко обсуждались публично. Изображения и надписи выполнены в стиле того времени, с использованием греческого алфавита, что делает их важным свидетельством культурной и социальной жизни эпохи. За два тысячелетия, что граффити находятся под открытым небом, они удивительно хорошо сохранились, выдержав воздействие погоды и эрозии. Аляскинский треугольник – секретная база пришельцев? Треугольник Аляски – это малонаселенный район, расположенный между Джуно, Анкариджим и небольшим городком Барроу. Согласно официальным данным, с 1970 года в этом аналоге Бермудского треугольника исчезло более 20 тысяч человек. Исследователи утверждают о странной паранормальной активности, а некоторые уверены, что здесь живут инопланетяне, обустроив секретные подземные базы. Находясь рядом с людьми, пришельцы могут шпионить за военными технологиями, что указывает на ряд странных событий и рост числа наблюдений НЛО после Второй мировой войны. Исчезновение 44 военнослужащих из самолета Douglas C-54 может лишь подтвердить это предположение, так как поисково-спасательные операции не дали никаких результатов. Казалось бы, что все это беспочвенные предположения, но в 1995 году рассекреченные документы показали, что самая высокая точка Аляскинского треугольника гора Хейс упоминается в сверхсекретном правительственном проекте под названием «Звездные врата». В документах не просто говорится о пришельцах, но и утверждается, что под основанием горы находилась их база. Физически ни один человек не находился там, но ЦРУ использовал экспериментальную технику исследования «Дистанционный просмотр». Метод психической проекции позволял людям со сверхъестественными способностями заглянуть в любое место, физически не покидая пределов зданий ЦРУ. При работе над проектом больше всего выделился экстрасенс по имени Пэт Прайс. Он стал первым, кто подтвердил наличие инопланетян, скрывающихся глубоко под горой посреди Аляски. Предсказания экстрасенса были поразительно точными, как и рисунки того, что находится под горой Хейс. База пришельцев имела четкую структуру, состоящую из тоннелей, и агенты ЦРУ знали об этом. Вскоре после увиденного Пэт начал бояться за свою жизнь, сообщая близким о том, что подверг себя опасности. К сожалению, экстрасенс оказался прав, так как в отеле Лас-Вегаса его случайно толкнули. Острая боль в ноге не вызвала опасений, но следующим утром мужчина умер. Не менее поразительно то, что больница не уведомила родственников о случившемся, а просто кремировала тело. Секретное послание голубя В 2012 году в Англии в дымоходе одного из домов была сделана удивительная находка, открывшая новую страницу в истории военной разведки и связи времен Второй мировой войны. Речь идет о скелете голубя, который, как предполагается, был голубем-связистом, умершим в здании. Само по себе это обнаружение уже представляет исторический интерес. Однако настоящей сенсацией стало то, что с останками птицы была найдена металлическая капсула, содержащая нерасшифрованное послание. Это послание, написанное на тонкой бумаге, состоит из 27 строк кодированных символов, которые до сих пор не удалось расшифровать. Исследователи предполагают, что это могло быть секретное сообщение, отправленное с фронта в штаб союзных войск во время критических операций. Голубиная почта была важным средством связи во время войны, благодаря своей способности доставлять сообщения в условиях, когда другие способы связи были недоступны или слишком опасны. Найденное послание стало вызовом для криптографов и историков со всего мира, стремящихся расшифровать это послание, которое может содержать ценную информацию о военных операциях, разведданные или даже сведения о местонахождении военного подразделения. Также это открытие подчеркивает важность и уникальность Голубиной почты, как средство передачи важнейших сообщений, что было особенно актуально в период глобальных конфликтов. Интересно, что поиск ключа к этому шифру продолжается и по сей день. Бункер Гитлера Бункер Гитлера, известный как фюрер-бункер, был последним убежищем Адольфа Гитлера в разгар Второй мировой войны и в последние дни его жизни. Расположенный глубоко под землей в центре Берлина, этот бункер был частью обширной подземной сети, предназначенной для защиты нацистского руководства от бомбардировок СССР. Строительство фюрер-бункера началось в 1936 году и завершилось в 1944, когда стало ясно, что война движется к неизбежному концу. Бункер состоял из двух отдельных частей. Старой части, построенной в 1936 году, и новой, более глубокой и укрепленной, добавленной в 1944. Внутреннее пространство включало жилые помещения, конференц-залы, места для работы и отдыха, а также необходимую инфраструктуру для длительного пребывания под землей. В апреле 1945 года, когда Красная Армия стягивала кольцо вокруг Берлина, Гитлер переехал в фюрер-бункер, где и провел последние недели своей жизни. Сюда же были эвакуированы многие высокопоставленные нацистские чиновники и их семьи. Несмотря на то, что бункер был оснащен современными на тот момент системами жизнеобеспечения, условия внутри были далеки от комфортных из-за переполненности, недостатка воздуха и постоянного шума от артиллерийских обстрелов. 30 апреля 1945 года, осознавая неизбежность поражения и опасаясь попасть в плен к советским войскам, Гитлер совершил самоубийство, приняв яд и одновременно выстрелив себе в голову. Его тело, а также тело Евы Браун, которое стало его женой за сутки до смерти, были сожжены в саду рейхсканцелярии недалеко от входа в бункер. После войны территория, где располагался бункер, перешла под контроль восточной Германии. Остатки бункера были частично разрушены и засыпаны. На месте бывшего убежища Гитлера сегодня находится обычная жилая застройка, а также информационная доска, рассказывающая о его смерти. Место остается предметом интереса исследователей, туристов и тех, кто стремится понять последние дни одного из самых темных периодов в истории человечества. Живая кукла В 1877 году Томас Эдисон создал нечто уникальное и необычное. Гитлера – говорящую куклу, ставшую одним из его самых необыкновенных изобретений. Эта кукла весом менее двух килограммов с фарфоровой головой и деревянными конечностями скрывала в себе миниатюрную версию фонографа, которая могла воспроизводить звук при вращении ручки. Но вместо того, чтобы стать очаровательным развлечением, она вызывала у многих скорее тревогу своей необычной особенностью. Эдисон предоставил свое изобретение как последнюю электрическую прихоть, способную произносить фразы или петь песенки, благодаря встроенному в туловище фонографу. Для записи звуков была привлечена команда женщин, которые записывали различные фразы и мелодии. Но, к сожалению, куклы оказались не так прочны, как ожидалось, и не выдерживали активных игр детей, что часто приводило к поломке механизма. В 1889 году Эдисон столкнулся с жалобами на хрупкость используемых восковых пластинок, что подтверждало необходимость доработки дизайна для увеличения его надежности. Тем не менее, производство оказалось убыточным, и к 1890 году издержки превысили 50 тысяч долларов, что вынудило компанию Edison Phonograph Toy Manufacturing Company прекратить выпуск этих кукол. Неудача Эдисона в этом направлении никак не повлияла на общественное мнение, поскольку даже при высокой стоимости кукол многие предпочли бы потратить средства на другие игрушки. Интересно, что страшный образ говорящей куклы, возможно, вдохновил множество историй ужасов и крипипаст, где зловещие куклы стали центральными персонажами. Коллекция картин В 2012 году в Мюнхене произошло открытие, которое потрясло мировое творческое сообщество. В квартире скромного размера была найдена коллекция картин, конфискованных нацистами. Оцениваемая в миллиард долларов. Среди произведений находились работы таких мастеров, как Марк Шагал, Пабло Пикассо и Анри Матис. Эта коллекция представляет собой потерянные сокровища европейского искусства, многие из которых считались утраченными на протяжении десятилетий. Картины попали в руки нацистов в результате масштабной кампании по конфискации произведений искусства, которое режим считал дегенеративными или принадлежащими еврейским семьям. Многие из этих произведений были изъяты у их владельцев предвоенные и военные годы, а после войны считались утраченными или уничтоженными. Открытие этой коллекции стало возможным благодаря следственным действиям немецких властей, которые расследовали случай налогового мошенничества. Исследование привело к обыску квартиры, где и были обнаружены эти бесценные произведения искусства. Коллекция включала как известные шедевры, так и менее известные работы, которые тем не менее представляют большую художественную и историческую ценность. Находка вызвала международный резонанс, поскольку подняла вопросы о правах на владение, реституции и моральной ответственности. Для многих потомков еврейских семей, лишенных своих сокровищ нацистами, это открытие предоставило надежду на возвращение утраченных произведений искусства, ставших символом их истории и наследия. Призрачная армия Во времена Второй мировой войны, когда каждое преимущество на поле боя могло означать разницу между победой и поражением, союзники прибегли к необычной тактике – созданию призрачной армии. Это было уникальное подразделение американской армии, официально известное как 23-й штабсбатальон камуфляжа, задача которого было введение в заблуждение немецких войск относительно местоположения и намерения союзных сил. Интересно, что подобная призрачная армия до сих пор используется и в современных войнах. Состав призрачной армии был необычен. Среди его бойцов были художники, дизайнеры, актеры и инженеры. Используя деревянные макеты танков, надувные модели военной техники, звуковое оборудование, передающее шум движущихся колонн и стрельбы, а также радиовещание с поддельными командами и сообщениями, они создавали иллюзию крупномасштабных военных действий. Одной из самых знаменитых операций, в которой принимала участие призрачная армия, стала операция перед наступлением в Нормандии. В то время как реальные союзные войска готовились к высадке на пляж Нормандии, призрачная армия сосредоточилась в другом месте, создавая видимость подготовки крупного наступления. Это позволило в значительном мере снизить концентрацию немецких войск в реальных точках высадки. Компьютер, которому 2500 лет Эгейское море, апрель 1900 года. Буквально в 100 метрах от побережья небольшого острова дайверы обнаружили место древнего кораблекрушения, находящегося на глубине 45 метров. В течение двух лет исследователи и археологи изучали обломки, среди которых обнаружили часть металлического ящика, инкрустированного кораллами и созданного во II веке до н.э. Это устройство – это первый механический компьютер, когда-либо обнаруженный человечеством. Механизм на 1500 лет старше любого подобного артефакта и содержит в себе десятки зубчатых колес, управляющих механизмом. Предполагается, что аналоговый компьютер могли использовать для предопределения астрономических событий. Древняя Греция, как оказалось, имела знания в механике и могла создавать устройство, что полностью меняет наше восприятие истории. Предполагается, что корабль отчалил от берегов острова Родос, ведь именно это место считалось пристанищем высоких технологий того времени. Поэты Древней Греции неоднократно упоминали в своих произведениях ожившие статуи, способные замереть на месте или начать двигаться, словно в них вдохнули жизнь. Вполне возможно, что это был не литературный прием, а первые прототипы роботов, созданных человеком. Греки утверждали, что получили знания от богов, спустившиеся к ним с небес. Не исключено, что таким образом они объясняли встречу с пришельцами, решившими поделиться своими технологиями с человечеством. Загадка монолитов о Лок-Иком На юге Нигерии, в штате Кросс-Ривер, обнаружено около 300 каменных монолитов, созданных с 16 по начало 20 века. Эти монолиты, расположенные кругами и сделанные из вулканического камня, удивляют своим разнообразием. Их высота варьируется от 30 сантиметров до 1,8 метра. Наибольшее внимание привлекает уникальная резьба на их поверхности, включающая повторяющиеся узоры, стилизованные лица и таинственные надписи, которые могут быть древней формой письма. Местные жители, принадлежащие к народу Экои, называют эти камни Атал или Акванши. Распределенные между 30 общинами, монолиты часто образуют идеальные круги, становясь центральным элементом поселений или украшением лесных массивов. Изготовленные в основном из базальта, монолиты также включают известняковые и песчаниковые экземпляры. Все они украшены резьбой с четко выраженными человеческими чертами и символами, отражающими принадлежность к племени. Эти монолиты несут в себе глубокий смысл, связанный с культом предков. По местным поверьям, каждый монолит символизирует предка, чья душа продолжает обитать в камне, соединяя живых с духами ушедших. Эта традиция позволяет сохранять связь между поколениями и поддерживает уважение к истории и культуре народа Экои. Тем не менее, монолиты окружены множеством загадок. Их точная история, значение нанесенных на них символов и целей использования до сих пор не раскрыта. Несмотря на многолетние исследования, древние надписи на камнях так и остаются нерасшифрованными, представляя собой вызов для археологов и историков. В настоящее время монолиты находятся под угрозой из-за воздействия погоды, эрозии и вандализма, что делает их сохранение актуальной задачей для всего мира. Одесские катакомбы Под землей Одессы скрыты огромные подземные лабиринты. Годом первого пребывания в нем людей принято считать 1813. Именно этот год написан на стене. В эти годы в городе ходила эпидемия чумы. Возможно, катакомбы служили укрытием для местных жителей. Во время Второй мировой войны, когда в 1941-1944 годах город был оккупирован, эти темные запутанные подземелья стали тайным укрытием для героев-партизан. Представьте себе сеть подземных путей протяженностью более 2500 километров, где можно заблудиться, как в огромном муравейнике. Именно здесь, в темноте и холоде, партизаны устроили свои тайные базы. Они жили в этих подземельях, планировали атаки на врага и даже печатали листовки, призывая людей к сопротивлению. Катакомбы были идеальным местом для скрытой борьбы. Враг не мог их легко найти или захватить. Партизаны использовали знания подземных лабиринтов, чтобы шокировать врага. Внезапно появляясь там, где их не ждали и исчезали без следа. В этих подземельях было темно, влажно и очень трудно жить. Но благодаря храбрости и находчивости партизан, катакомбы стали одними из символов несломленного духа Одессы. На самом деле, история этих лабиринтов настолько древняя, что даже обросла некими легендами. Одна из которых гласит, что в глубинах катакомб живет низкий человек, покрытый шерстью. Чтобы выжить, он питается летучими мышами. Золото нацистов в Альпийских озерах Легенды о золоте нацистов, спрятанном в глубинах Альпийских озер в конце Второй мировой войны, долгие годы будоражат умы исследователей, охотников за сокровищами и историков. По слухам, в последние дни своего существования Третий Рейх отправил в эти труднодоступные районы ценные грузы, включая золото, драгоценные камни и произведения искусства, в попытке скрыть их от наступающих союзных войск. Одной из самых известных историй является предполагаемое хранение нацистами значительных запасов золота в озерах Австрии, в частности в озере Топлиц. По легендам, нацисты использовали это и другие горные озера как естественное хранилище для своих сокровищ, утопив ящики с золотом и ценностями в надежде сохранить их для будущего возрождения Рейха. Послевоенные поиски золота нацистов привлекли множество экспедиций, некоторые из которых подтвердили наличие в водах озер артефактов той эпохи, включая фальшивые британские фунты, произведенные нацистами в рамках операции Бернхард. Однако большая часть заявленных сокровищ так и не была найдена, что лишь подогревает интерес к этой теме. Существует множество теорий о том, почему нацисты могли выбрать именно альпийские озера для скрытия своих сокровищ. Одна из них заключается в том, что горная местность и глубокие холодные воды озер представляли собой идеальные условия для сохранности ценности на длительный срок. Кроме того, легенды о сокровищах могли служить дезинформацией, целью которой было отвлечь союзников от более важных задач. Самая четкая фотография НЛО 4 сентября 1971 года в северных высокогорьях Коста-Рики фотограф Серхио Луайза проводил аэрофотосъемку озера Коте для Национального географического института. Используя специальную картографическую камеру, делающую фотографию с интервалом в 13 секунд, он выполнял свою работу, не подозревая о том, что один из кадров станет уникальным. По возвращению в лабораторию, Серхио проверил снимки и заметил на одном из них загадочный круглометаллический объект, находящийся в правой части фотографии. Примечательно, что объект, напоминающий летающую тарелку, не был обнаружен ни на предыдущих, ни на последующих кадрах. В течение некоторого времени Национальный географический институт пытался скрыть находку, запретив Серхио и его коллегам рассказывать об инциденте. Металлический летающий объект диаметром более 18 метров был под строгим секретом, но в 1979 году фотография появилась в аргентинской газете и была проанализирована экспертами. Вскоре Коста-Рика объявила снимок официальным подтверждением существования НЛО. Несмотря на многолетнее изучение и споры исследователей в этой области, никто таки не смог сказать, что это за объект. Скептики предположили, что объект в правой части фотографии – это какой-нибудь обломок или пятно, попавшее на пленку при работе с фотографиями. В 2021 году друг семьи смог получить оригинал фотографии для того, чтобы отсканировать ее, используя современные технологии. Это позволило оцифровать снимок, сделав его более четким и детализированным. Благодаря этому скептики увидели объект в форме блюдца в более высоком разрешении. Обновленный снимок позволил отбросить ряд банальных предположений теории, так как это не было пятном или сколом на стекле фотокамеры. Так что это было? Делитесь своими предположениями в комментариях. Неизвестная постройка доисторических времен. Во Франции археологами было обнаружено уникальное древнее сооружение, состоящее из трех круглых конструкций, которые до сих пор остаются для ученых загадкой. Находка была сделана в Мерлиене, недалеко от Дижона, перед расширением местного карьера. Работы проводились под эгидой Французского национального института превентивных археологических исследований. Артефакты покрывают период с неолита по ранний железный век на территории в 60 тысяч квадратных метров. Также обнаружен памятник с тремя ограждениями, центральный из которых имеет форму подковы. Ученые предполагают, что это сооружение могло быть использовано в неолитический период, начавшийся около 7 тысяч лет назад. Ведется радиоуглеродный анализ для уточнения даты. Рядом с сооружением найдены артефакты, относящиеся к культуре колокообразных бокалов, включая кремниевые наконечники стрел и медный кинжал. На одной из нарукавных повязок обнаружен перитм, используемый для разжигания огня, что указывает на возможное место захоронения, хотя эта гипотеза пока не подтверждена. Кроме того, найдено захоронение с пятью камерами, датируемое 1500-1300 годами до н.э., включая погребальный очаг и янтарное ожерелье. На расстоянии 400 метров от основной находки обнаружены пепелища кремаций железного века, содержащие ювелирные изделия. Волчье логово Гитлера В глубоких лесах Польши скрыто таинственное место, известное как Волчье логово. Это не просто лес, а целый город под землей с секретными бункерами, где Гитлер и его ближайшее окружение проводили много времени во время войны. Представьте себе подземные дома, где обсуждались большие планы и строились загадочные стратегии. Археологи, как детективы, копаются в этих местах и находят вещи, которые рассказывают нам о жизни нацистов того времени. Они нашли личные вещи, карты и даже старые письма, которые как будто шепчут истории из прошлого. Эти предметы помогают нам узнать, как на самом деле жили и что думали люди, создавшие планы войны. На площади 250 гектар построено около 200 объектов. Сюда входили бомбоубежища, более легкие бетонные кирпичные конструкции и деревянные бараки. Штаб имел две посадочные площадки и железнодорожную станцию. Стены зданий были покрыты смесью водорослей и зеленой краски, которая при добавлении раствора превратилась в зеленую, естественно неровную и пористую штукатурку. Также была применена очень изощренная психологическая маскировка. В частности, речь шла о том, что люди, работавшие на строительстве волчьего логова, имели гражданские паспорта. В наши дни в волчье логово можно отправиться в качестве туриста. За небольшую плату можно побывать в местах, где непосредственно проживал Гитлер и вся его свита. Но есть и другая зона бесплатная для всех желающих. Янтарная комната Янтарная комната – одно из величайших чудес света. Часто описывается как «восьмое чудо света». Изначально созданная в начале 18 века для прусского королевства, она была подарена Петру Великому в 1716 году в знак Русско-Прусского Союза. Впоследствии комната была перевезена в Санкт-Петербург и установлена в Екатеринском дворце в Царском селе. Изготовленная из нескольких тонн янтаря, она представляла собой шедевр декоративно-прикладного искусства, украшенного золотыми листами и зеркалами, создавая теплый светящийся интерьер. Во время Второй мировой войны, когда нацистские войска захватили Царское село, янтарная комната была демонтирована и перевезена в Кёнинсберг, ныне Калининград, Россия, где она была выставлена в музее. После войны следы комнаты оборвались, и её местоположение остаётся одной из величайших загадок 20 века. На протяжении десятилетий исследователи, историки и охотники за сокровищами пытались отыскать янтарную комнату. Существуют различные теории о её судьбе. Некоторые утверждают, что она была уничтожена во время бомбардировок. Другие верят, что она всё ещё скрыта в недрах земли или в закрытых хранилищах. В 2003 году в России была завершена реконструкция янтарной комнаты, воссозданная мастерами по чертежам и фотографиям оригинала, что стало символом восстановления утраченной культурной ценности. В поисках янтарной комнаты кроется нечто большее, чем просто стремление найти утраченное сокровище. Это путешествие через историю, культуру и международные отношения, отражающее бесконечное желание человечества восстанавливать связь с прошлым и передавать его будущим поколениям. Пылающее НЛО над Канадой 2018 год, Квебек. Находясь на прогулке и наслаждаясь отдыхом, семья заметила в небе странный объект и решила снять его на видео. Объект необъяснимой формы медленно вращался, светясь зелеными и ярко-красными огнями. Случайные зрители были поражены, понимая, что стали свидетелем чего-то по-настоящему странного и необычного. На первый взгляд могло показаться, что это космический корабль, сжигающий топливо при наборе высоты. Канада – одна из немногих стран, официально регистрирующих данных об НЛО. Собирая данные, они публикуют удивительные находки и кадры, заставляя скептиков усомниться в том, что человечество – единственная высшая раса во Вселенной. Объект, попавший на видео, не имеет видимых средств для движения и проявляет антигравитационные свойства, зависнув в воздухе на какое-то время. Отсутствие крыльев и выхлопных газов доказывает, что это не летательный аппарат. Некоторые скептики пытались оправдать это явление природы оптической иллюзией, но в этот день была прекрасная погода и четко заметно, что этот объект трехмерный. Близкое к правде предположение говорит о том, что объектом был воздушный шар с зеркальной поверхностью, но так ли это? Быть может, мы просто отрицаем очевидное, боясь признать, что инопланетяне существуют и они уже среди нас. Шифровальная машина Лоренс Шифровальная машина Лоренс, использовавшаяся во время Второй мировой войны высшим командованием нацистской Германии для передачи секретных сообщений, представляет собой одно из наиболее сложных устройств криптографии того времени. В отличие от более известной «Энигмы», предназначенной для полевой связи, машины Лоренс служили для защиты стратегически важных коммуникаций между высшими руководствами Вермакта и правительства. Система шифрования Лоренс была настолько сложной, что союзникам потребовалось значительное время и усилие, чтобы взломать ее. Работа британских криптографов в Брэчли-парке, в том числе Билла Тата, Макса Ньюмана и Алана Тьюринга, привела к созданию одного из первых в мире электронных вычислительных устройств – Колоса, предназначенного специально для расшифровки сообщений Лоренс. Впервые возможность взломать Лоренс появилась благодаря ошибке немецкого оператора, который отправил дважды одно и то же длинное сообщение с незначительными изменениями и одинаковым ключом шифрования. Этот промах дал криптографам уникальный шанс понять логику работы машины и разработать методику для ее взлома. Физический экземпляр машины Лоренс был крайне редким трофеем. История о том, как одна из таких машин была найдена после войны в реке в Великобритании, добавляет интриги в истории британской криптографии. Находка позволила исследователям непосредственно ознакомиться с техникой, которую они ранее могли изучать только теоретически. Сегодня машина Лоренс и история ее взлома являются свидетельствами не только интеллектуального противостояния во время войны, но и рассказывают о зарождении эпохи компьютерных технологий. Работа над расшифровкой Лоренс способствовала развитию вычислительной техники и легла в основу современной информационной безопасности. Свитки проклятий В Бруксайт Мэдоуз, Англия, археологи наткнулись на римские виллы, демонстрирующие архитектурное великолепие того времени, с комплексов из нескольких зданий и выдающимися артефактами, включая свитки проклятий. Это место в Оксфордшире выделяется среди других находок благодаря своему масштабу и разнообразию объектов, относящихся к концу I до начала II века н.э. На территории 60 тысяч квадратных метров открыты следы жизнедеятельности людей от неолита до раннего железного века, включая здания с декоративной штукатуркой и мозаиками. Особое внимание привлекает проходное здание с колоннадами, украшенной роскошной рисованной штукатуркой. Среди прочих находок керамические плиты, монеты, кольца и брошь с изображением лошади, указывающие на культурные связи между позднеримским и раннеанглосаксонским периодами. Внимание следователи также привлекли свинцовые свитки, найденные на участке. Эти свитки проклятия были использованы древними римлянами для обращения к богам с просьбами навести проклятие на врагов. Найденные экземпляры хоть и остались пустыми, свидетельствуют о потенциальных ритуалах или паломничествах. Такие таблички обычно закапывали в местах, считавшихся близкими к подземному миру, что позволяло проклятиям достигать богов в подземелье. Эти уникальные находки не только раскрывают детали римской архитектуры и быта, но и предоставляют ценную информацию о духовных практиках и верованиях древних людей, обогащая наше понимание истории. Склад оружия французского сопротивления Во Франции при ремонте одного из старинных домов было сделано поразительное открытие – скрытый склад оружия, вероятно принадлежавший участникам французского сопротивления во времена Второй мировой войны. Этот арсенал времен оккупации включал в себя ручные огнестрельные оружия, гранаты, взрывчатые вещества и документацию, свидетельствующую о подпольной деятельности. Обнаружение такого рода находок является редкостью и представляет большую ценность для историков и исследователей. Арсенал, найденный в тайнике под полом дома, свидетельствует о хорошо организованной и решительной подготовке французского народа к борьбе с оккупантами. Сопротивление во Франции было многоуровневым. Это движение организовывало саботаж, разведывательные операции, распространение антинацистских листовок и помощь союзникам. Вооружение, которое использовалось с сопротивлением, часто доставлялось британскими и американскими союзниками через сбросы с парашютами или переправлялось через нейтральные страны. Идол Горбуновского торфяника Горбуновский торфяник, расположенный на Урале, является выдающимся памятником палеолита и бронзового века, став первым археологическим открытием такого рода в России. На месте современного болота когда-то было озеро, на берегу которого люди соорудили помосты, оставив после себя жилища, орудия и сосуды. Со временем местность заболотилась, но это не остановило людей от заселения территории, что подтверждается находками угольной крошки. Среди уникальных артефактов, найденных здесь, был обнаружен бумеранг и деревянный идол, вырезанный из соснового ствола, с несоизмеримо длинным телом и детализированной головой, что делает его отличным от других находок. Этот идол, обнаруженный под стенкой выемки, сейчас хранится в музее Нижнего Тагила. Кроме того, были найдены голова идола с примитивной обработкой и другой идол с упрощенной формой тела, оба из которых теперь находятся в коллекции Государственного исторического музея. Эти артефакты демонстрируют особую аккуратность в изготовлении предмета повседневного использования и точность передачи форм животных и птиц. Антропоморфные изображения, однако, выполнены грубо и схематично, что может быть связано с древними убеждениями об изображении духов умерших. Предполагается, что из-за боязни связать духа с его изображением, деревянные скульптуры делались условными и сознательно нереалистичными. Такой подход к созданию изображений человека свидетельствует о глубоко укоренившихся традициях и верованиях древних обитателей Урала. Захоронение в Катынском лесу Обнаружение массовых захоронений в Катынском лесу рядом со Смоленском, что в России, до сих пор вызывает массу споров. В 1943 году немецкие войска, наступавшие на Советский Союз, обнаружили многочисленные захоронения польских офицеров. Советский Союз отрицал свою причастность, заявляя, что во всем виноваты нацисты. По официальной версии западных стран, в 1940 году по приказу высшего руководства СССР были казнены тысячи польских офицеров, полицейских, ученых и общественных деятелей, взятых в плен во время советского вторжения в Польшу в сентябре 1939 года. Эти массовые убийства, произведенные НКВД, стали известны как Катынский расстрел. Это открытие вызвало широкий международный резонанс, став важным аргументом в обвинении сталинского режима в совершении военных преступлений. Для Польши Катынь стала символом национальной трагедии и предательства со стороны советского правительства, с которой они ранее считались союзниками. Однако не все так однозначно. Существует и другое мнение с подтверждающими документами касаемо этого трагического события. В 1943 году, когда нацисты потерпели поражение в битве за Сталинград, у руководства Третьего рейха, в частности мощнейшей пропагандистской машины того времени в лице Геббельса, возникло желание осуществить внутренний раскол. Нацисты сами расстреляли польских офицеров и сами же якобы их обнаружили. Это было сделано для того, чтобы указать на сталинские репрессии и рассорить союзников между собой. Однако часть польских журналистов не поверили нацистам и провели свое расследование. Часть документов, подтверждающих преступления нацистов, была подготовлена для Нюрмирского трибунала, на котором судили нацистов. Однако при странных обстоятельствах начали гибнуть все, кто хоть как-то пытался обелить сталинский режим того времени. Удивительным образом исчезали документы и все, кто хоть как-то занимался расследованием этой трагедии. Тем не менее, Нюрнбергский международный военный трибунал предъявил обвинение за катынское преступление Герману Герингу, наци номер два, и Альфреду Йодлю, исполнявшему обязанности начальника верховного командования Вермахта. Это документально подтвержденные факты. Сложно поверить в причастность к этому расстрелу советской армии, ведь на счету союзников нацистов есть и более ужасная трагедия, связанная с поляками. Это волынская резня, о которой сейчас многие пытаются не вспоминать. При этом это событие максимально подтверждено и задокументировано во всем мире. Священный Грааль нацистов Этот артефакт с течением времени становится все более популярным, особенно в контексте исследования эзотерических убеждений нацистского режима. Верно, что ряд высших нацистских лидеров, включая Гиммлера, были заинтересованы в оккультизме и мистических традициях. Однако необходимо понимать, что большая часть информации на эту тему основана на мифах и догадках. Тем не менее, существует версия, что нацисты действительно искали священных Грааль в надежде использовать его мифические свойства для своих целей. В сочетании с археологическими экспедициями, организованными Аненербе, исследовательским институтом СС, эта версия становится еще более интересной. Некоторые историки утверждают, что одной из целей экспедиции нацистов в Тибет и другие регионы был поиск реликвий, включая Грааль. Однако четких доказательств этому нет. Существует также мнение, что Грааль мог находиться в Южной Франции, в районе Катаров, и что нацисты проводили раскопки там. Этот миф был дополнительно раздут благодаря популярной культуре, особенно фильмам и книгам. В ряде произведений изображается, как нацисты гоняются за священными реликвиями, включая Грааль, чтобы получить сверхъестественную силу или оправдать свою идеологию. Однако научные и исторические исследования этой темы доказывают, что хотя нацисты действительно интересовались оккультизмом и мистикой, большинство из этих заявлений основано на мифах. Тем не менее, идея о том, что нацисты могли искать священный Грааль, стала одной из самых узнаваемых и волнующих тем в современной поп-культуре. Кубическое НЛО напугало пилота самолета В феврале 2020 года самолет, выполняющий дежурный рейс в Колумбии, столкнулся с необычным воздушным объектом. Находясь на высоте более 9 километров, капитан взял мобильный телефон для того, чтобы снять на камеру металлический предмет, двигающийся по прямой линии. Нечто похожее на куб не имеет ничего общего с воздушным шаром и другими объектами, способными находиться на такой высоте. Расстояние от самолета к объекту не установлено, поэтому его предположительный диаметр составляет от 3 до 5 метров. Ученые предполагают, что внеземные цивилизации боятся прямого столкновения с человечеством и не готовы к прямому контакту. Объект, попавший на камеру, может быть аналогом разведчика, оказавшегося на Земле для того, чтобы наблюдать за нами со стороны. Возможно, пришельцы изучают нас и медленно готовятся к тому, чтобы посетить нашу планету. Так ли это? Время покажет, однако эксперты, оценивавшие видео, так и не пришли к единому мнению. Объект не имеет крыльев и не оставляет за собой след, а значит это не устройство, созданное человеком. Скептики предполагают, что металлический куб это всего лишь воздушный шар, который раздуло на высоте более 9 километров. Но физики убеждены в том, что низкая температура не позволила бы ему подняться так высоко. Первое в мире мусорное ведро Археологические раскопки в районе, известном как Британские Помпеи, раскрыли удивительные факты о древних методах утилизации отходов. Находка, сделанная в Мустфарм, недалеко от Петербору, оказалась древним аналогом мусорного ведра, возраст которого достигает 3000 лет. Этот объект, выполненный из двух кусков дерева, содержал в себе сломанные металлические предметы, готовые к переплавке. Это свидетельствует о прогрессивном подходе к рециклингу у общин Бронзового века. Исследование позволило углубиться в жизнь людей, которые жили в 850-х годах до нашей эры. Открытие остатков 10 круглых домов, разрушенных пожарами, сохранившихся в Иле, предоставило уникальные данные о жизни сообщества из 50-60 человек. Находка ведра, используемого для сбора металлолома, перевернула представление примитивности того времени, подчеркивая развитость и практичность древних людей в области утилизации отходов. Мустфарм представляет собой настоящую капсулу времени, сохранившую не только уникальные артефакты, но и целое поселение Бронзового века, включая единственное в Британии круглое шатровое поселение и коллекцию стеклянных бус, не имеющих аналогов в стране. Женский концлагерь Равенсбрюк Концентрационный лагерь Равенсбрюк, расположенный в Германии, был основан в 1939 году и являлся крупнейшим женским концлагерем нацистской системы. Здесь содержались десятки тысяч женщин различных национальностей, подвергавшихся пыткам, принудительному труду и ужасающим медицинским экспериментам. В период с 1942 по 1943 год в концентрационном лагере Равенсбрюк проводились жестокие эксперименты над заключенными, в ходе которых им наносились глубокие порезы на икрах, а затем в эти раны втирались бактерии столбняка, стрептокока и возбудители газовой гангрены. Дополнительно в ранения вводились толченое стекло и древесные опилки, имитируя условия боевых ранений. Целью этих бесчеловечных экспериментов, проводимых немецкими врачами, было изучение методов лечения, которые могли бы быть применены для лечения раненых солдат на фронте. Археологические раскопки, проведенные на территории лагеря Лавенсбрюк в последние годы, обнаружили личные вещи заключенных, предоставляя новые данные для понимания жизни и судьбы заключенных. Среди найденных артефактов, украшения, куски ткани, обувь и предметы личной гигиены, которые заключенные скрывали в надежде сохранить хоть какую-то связь с прежней жизнью и человечностью. Эти мелочи, казалось бы, незначительные на фоне общей трагедии, тем не менее рассказывают огромную историю о силе духа, надежде и отчаянии живших в сердцах женщин Равенсбрюка. Особенно ценными являются находки, связанные с детьми, которые также содержались в лагере вместе с матерями или были рождены в неволе. Игрушки, детская обувь и одежда, найденные во время раскопок, подчеркивают бесчеловечность режима, не пощадившего даже самых маленьких. Раскопки на территории Равенсбрюка продолжаются, и каждая новая находка способствует дополнению и уточнению исторической картины лагеря. Странная находка рыси В Венгрии археологи столкнулись с необычной находкой – захоронением пяти животных, состоящим из рыси и четырех собак, датированных V-VI веками н.э. Это открытие, сделанное на территории когда-то принадлежавшей Римской империи под названием Панония, вызвало много вопросов, так как рыси редко встречаются среди археологических находок в Европе, а уж тем более вместе с собаками в одном захоронении. Скелет рыси был обнаружен на дне ямы глубиной метр сорок, а выше разделенной слоями земли лежали скелеты собак. Интересно, что артефакты, найденные в близлежащем древнем поселении, свидетельствуют о том, что местные жители питались в основном мясом одомашненных животных. Учитывая редкость находок скелетов рыси и полное отсутствие примера совместных захоронений с собаками, ученые предполагают различные теории. Одна из них предполагает, что животные могли погибнуть в смертельной схватке во время охоты, в то время как другая указывает на возможное ритуальное значение захоронения. Однако отсутствие дополнительных артефактов оставляет точную причину и значение этого захоронения тайной. Это открытие бросает вызов современным представлениям о взаимоотношениях между дикими и одомашненными животными в древности, а также о ритуалах и поверьях народов, обитавших на территории современной Венгрии полторы тысячи лет назад. Наличие рыси, крупного хищника, который в современной Европе стал редкостью, еще больше усиливает интерес к этой находке. Поезд с нацистским золотом Легенда о поезде с нацистским золотом является одной из самых интригующих историй, связанных с концом Второй мировой войны. Согласно этой легенде, в последние дни войны, когда нацистская Германия стояла на пороге поражения, поезд, загруженный золотом, драгоценностями и произведениями искусства, был отправлен из Бреслау, ныне Врослав, Польша, в направлении горного массива Овен, где, по слухам, находились подземные склады и бункеры. Этот поезд, как говорят, исчез без следа в хаосе последних дней войны, оставив после себя множество вопросов и домыслов. Некоторые версии утверждают, что поезд был спрятан в одном из многочисленных туннелей в районе Овен, входы и выходы которого затем были взорваны или замурованы, чтобы скрыть сокровища от приближающихся союзных войск. На протяжении десятилетий охотники за сокровищами, исследователи и историки пытались отыскать затерянный поезд, используя для этого как исторические данные, так и современные технологии. Несмотря на многочисленные экспедиции и поиски, убедительных доказательств существования поезда найдено не было. Однако время от времени в СМИ появляются новые сообщения о возможных находках, снова разжигающие интерес к этой загадке. Инопланетяне посылают сигналы из космоса С развитием современных технологий человечество начало изучать не только окружающее пространство, но и космос. Технический прогресс не стоит на месте, а новые изобретения позволяют получать все больше информации о том, как устроен этот мир. Ученые неоднократно получали сигналы из космоса, имеющие странную природу. На изучение некоторых из них понадобились десятилетия, что интригует и позволяет предполагать, что пришельцы, живущие где-то вдалеке, пытаются связаться с нами. Самым странным и загадочным сигналом, полученным из космоса, стал радиосигнал, исходящий прямо из центра галактики Млечный Путь. В 2020 году астрономы всего мира оказались в тупике, когда австралийский радиотелескоп распознал более двух миллионов объектов, посылающих на Землю сигналы. Компьютер квалифицировал все радиосигналы, кроме одного. Неизвестный объект, скрывающийся в центре нашей галактики, излучал мощные радиоволны, отправив 6 сигналов за 9 месяцев. Нерегулярная структура и поляризованное радиоизлучение не были похожи ни на один из прежних сигналов. Не менее странно то, что объект нельзя заметить при рентгеновском или инфракрасном свете. Два мощных радиотелескопа наблюдали за ним все это время, но объект таинственным образом исчез. Казалось бы, на этом история завершена, но год спустя странный радиосигнал повторился и через сутки снова исчез. Такое нетипичное поведение позволяет утверждать, что это не мертвая звезда или другой космический объект, известный человечеству. Оказавшись в тупике, ученые отнесли редкий сигнал категории под названием радиотранзиеты галактического центра. На данный момент в категорию входит всего три объекта, на поиски которых ушло более 10 лет. Разгадать загадку и возможно распознать сигнал пришельца поможет новый телескоп Square Kilometer Array, ввод в эксплуатацию которого должен завершиться в 2028 году. Секрет артефакта 4000-летней давности В 2001 году археологический мир озадачил поток уникальных древностей на рынке антиквариата. Ювелирные украшения, оружие и керамика с изысканным дизайном и инкрустациями появились как из воздуха, вызывая вопросы о их происхождении. Произведения, отличавшиеся сложной символикой, прописывались в Средней Азии, но позже выяснилось, что они не подделка. Следствие в Иране в 2002 году раскрыло тайну этих находок. Аресты торговцев привели к обнаружению местонахождения артефактов – долины реки Халил, где наводнение в 2001 году выявило древний некрополь бронзового века. Местные жители начали продавать артефакты, тем самым раскрывая существование до того неизвестной культуры. Археологи были поражены масштабом открытия и стали изучать это место, раскопав главный некрополь Махтутабад и два кургана – южный и северный Конор Сандал, обнаружив при этом остатки древних построек и свидетельства высокоразвитой цивилизации. В 2003 году под руководством Юсефа Маджидзады начались систематические раскопки, продолжавшиеся несколько лет, и выявившие удивительные артефакты и доказательства существования здесь древнего города. Споры о происхождении и значении жирафотской культуры продолжаются. Некоторые ученые считают ее легендарной оратой из шумерских текстов, другие предлагают ассоциацию с древним королевством Мархаши. Несмотря на различия во мнениях, раскопки в Джировке представили бесценные сведения о древней цивилизации, оставив много места для дальнейших исследований и открытий. Архивы Бат-Арлзена Архивы Бат-Арлзена, официально известны как Международный Центр Прослеживания, расположены в немецком городе Бат-Арлзен и являются одними из самых значительных исторических ресурсов, связанных с исследованием Второй мировой войны и Холокоста. Эти архивы содержат миллионы документов, связанных с жертвами нацистского режима, включая военнопленных, принудительных рабочих, узников концлагерей и людей, пострадавших от национал-социалистических преследований. Создание архива началось сразу после окончания войны, когда союзные войска обнаружили необходимость систематизировать огромное количество документации, захваченной в ходе освобождения Европы. Целью было не только документирование преступлений нацистов, но и помочь воссоединении разлученных семей и идентификации пропавших без вести. Архивы содержат широкий спектр документов, включая досье на заключенных концлагерей, списки транспортировок в лагеря, документы о перемещении принудительных рабочих, а также медицинские судебные записи. Эти документы служат не только важным источником для исследователей и историков, но и предоставляют возможность потомкам жертв узнать судьбу своих предков. В настоящее время архивы Бат Арлзена продолжают играть ключевую роль в усилиях по сохранению памяти о Холокосте и преступлениях нацизма. Иракский призрак Не так давно видео, опубликованное известным американским уфологом и режиссером Джерби Корбеллом, взорвало интернет-пространство. Так называемый иракский призрак, имеющий форму медузы, вызвал бурное обсуждение в сети и привлек к себе внимание как ученых, так и заядлых скептиков. На опубликованной записи видно, как объект в форме шара со свисающими щупальцами плавно и не меняя своей скорости пролетает над американской военной базой, расположенной в Ираке. Источник утверждает, что после этого призрак опустился в водоем и пробыл там 17 минут, после чего резко взлетел под углом 45 градусов относительно земли и набрав невероятную скорость, скрылся из зоны видимости. К сожалению, на кадрах виден лишь пролет над базой, однако солдаты не заметили объект, что говорит о его беззвучном передвижении. Еще одна интересная особенность изменения цвета НЛО, становящегося серым, белым, а затем черным. Все это говорит об изменении температуры объекта, прекрасно чувствующего себя как в воде, так и на суше. Ученые предполагают, что НЛО это результат деятельности подводной земной цивилизации, о которой человечеству все еще ничего не известно. Уфологи убеждены, что это видео подтверждает факт существования инопланетян, использующих объекты внеземного происхождения. Критики убеждены, что иракский призрак – это воздушные шары, летящие плотно друг к другу. Подтвердить или опровергнуть их высказывания невозможно, так как запись не велась во время погружения объекта в воду. Примечательно, что это не первое НЛО, имеющее форму медузы. В 1977 году произошел известный петрозаводский феномен, когда сотня людей видела неопознанный объект, напоминающий морское чудище. Похожий объект был замечен и в Сан-Пауло в 2020 году, вызвав шок среди темпераментных бразильцев. Отдельно стоит упомянуть тот факт, что запись была снята в 2018 году, но правительство США старательно скрывало эту информацию, боясь публичной огласки. Обломки USS Индианаполис USS Индианаполис – тяжелый крейсер ВМС Соединенных Штатов, вошел в историю как одна из самых трагических военно-морских катастроф Второй мировой войны. В июле 1945 года, после выполнения секретной миссии по доставке компонентов атомной бомбы, предназначенной для сброса на Хиросиму, Индианаполис был потоплен японской подводной лодкой в Филиппинском море. Это событие привело к гибели более 800 из 1196 членов экипажа, многие из которых скончались от обезвоживания, акульих атак и ранений в течение пяти дней до того, как оставшиеся в живых были обнаружены и спасены. В течение многих лет местонахождение обломков Индианаполис оставалось неизвестным, что делало его одними самых известных и разыскиваемых кораблекрушений Второй мировой войны. Это изменится в августе 2017 года, когда команда исследователей, возглавляемая сооснователем Microsoft Полом Алленом, обнаружила обломки на глубине более 5500 метров в Филипинском море. Открытие обломков USS Индианаполис стало значительным событием, позволившим закрыть одну из самых трагических глав в истории ВМС США. Открытие обломков также подчеркнуло роль современных технологий в морской археологии и исследовании подводных кораблекрушений. Исследование глубоководного оборудования передовых технологий позволило исследователям достичь мест, недоступных десятилетия назад, открывая новые страницы в истории и предоставляя уникальные возможности для изучения прошлого. Последние фотографии вымерших животных Красная книга часто упоминается как символ защиты исчезающих видов, но мало кто знает о существовании черной книги, печального каталога животных и растений, потерянных навсегда. Этот документ служит горьким напоминанием о том, что за последние пять столетий мы потеряли 844 вида. Сегодня я хочу рассказать о некоторых животных, исчезнувших по вине человека в прошлом столетии, чьи последние особи были зафиксированы на фото или видео. Берберийский лев, обитавший в Северной Африке, исчез в 1920-х годах. Огромный и мощный с величественной гривой этот лев был истреблен из-за его вреда скотоводству, особенно после появления огнестрельного оружия. Последнего льва убили в 1922 году. Сумчатый волк, или тилоцин, жил в Австралии и Новой Гвинее. Позже был вытеснен в Тасманию собаками Динго. Отстрел фермерами начался, когда тилоцины стали нападать на домашний скот. В 1936 году умер последний тилоцин в зоопарке, но его облик сохранился на видео. Балийский тигр, обитавший на острове Бали, был одним из самых маленьких тигров. Охота на этих тигров началась в 1910-х годах, и в 1937 году была убита последняя самка, что привело к исчезновению вида. Мексиканские гризли, населявшие территории Мексики и США, в последний раз видели в 1960 году. Несмотря на запрет охоты на этих медведей в 1959 году, они исчезли из-за охоты и утраты среды обитания. Эти истории — лишь малая часть трагических судеб животных, исчезнувших из-за деятельности человека. Существуют легенды о том, что современное человечество застало живых мамонтов и саблезубых тигров, и якобы эти фотографии подтверждают их недавнее существование. Танк Пантера в подвале В 2015 году в Германии произошло событие, которое вызвало огромный общественный и медийный резонанс. В подвальном гараже частного дома был обнаружен танк Пантера времен Второй мировой войны, а также ряд других военных артефактов, связанных с нацистской Германией. Пантера, призванный одними из самых мощных и эффективных танков своего времени, является редким экспонатом предметом особого интереса для историков и коллекционеров. Наряду с танком в гараже были найдены противотанковая пушка, торпеда и множество других военных предметов, каждый из которых является свидетельством технологического прогресса и военных усилий нацистской Германии. Обнаружение стало возможным благодаря анонимному сообщению, после чего полиция и военные эксперты провели обыск, который привел к этой необычной находке. Писать доносы в Германии — это, можно сказать, часть немецкой культуры. Однако, вызывает удивление, как владельцу такого огромного военного арсенала удавалось 70 лет скрывать танк у себя в подвале. Владелец дома — пожилой мужчина, являлся энтузиастом истории и, как предполагается, на протяжении многих лет собирал эти предметы. Вопрос о происхождении танка и других предметов, а также о том, как они были доставлены в подвальное помещение, вызвал множество споров у специалистов. Судебные органы столкнулись с задачей определить, нарушал ли владелец закон, владея такими объектами, особенно учитывая строгость немецкого законодательства относительно символов и артефактов нацистской эпохи. Для многих этот случай стал напоминанием, что даже спустя десятилетия после окончания войны ее эхо все еще находит отражение в нашем современном мире, порой в самых неожиданных и удивительных формах. И сколько еще подобной военной техники и оружия тех лет хранится в подвалах и погребах по всей Германии. Странный объект, зависший в небе на несколько часов По мнению исламских ученых в Священном Коране, есть стихи, косвенно напоминающие на наличие внеземной жизни. Возможно, именно поэтому все больше появляется информация о том, что жители исламских стран, таких как Пакистан, становятся свидетелями НЛО. 25 января 2022 года в Исламабаде местный житель, наблюдавший за закатом с крыши своего дома, заметил загадочный черный объект, зависший в небе. Неопознанная вещь, больше напоминающая летающий камень, была неподвижной на протяжении нескольких часов. Меняя свою форму с течением времени, объект стал похожим на треугольник. Примечательно, что летающий объект не излучал и не отражал свет, полностью замерев на высоте около 500 метров. Местный житель был шокирован и с интересом наблюдал за объектом, снимая его на мобильный телефон, так как никогда не видел ничего подобного. Эксперты, просмотревшие данное видео, относятся к находке скептически. Пакистан — страна с высоким военным потенциалом, активно разрабатывающая беспилотные летательные устройства. Вероятно, увиденное было барражирующим боеприпасом или дроном, выполняющим тестовый полет. Несмотря на то, что находка была совершена в 2022 году, видео достаточно плохого качества. Это не позволяет экспертам сделать однозначный вердикт, оставляя шанс на внеземное происхождение загадочного объекта. Затонувший пароход под кукурузным полем В 1988 году в Канзасе, под землей на глубине 15 метров, кладоискатели обнаружили затонувший пароход «Арабия», который покоился под слоем земли целых 132 года. Этот пароход, построенный в 1853 году, был символом американского предприятия и инженерного мастерства, но его карьера на водах была недолгой. «Арабия поплыла бы даже по пескам Аравии», так гласила поговорка, подчеркивающая «надежный судно». Однако опасные воды Миссури стали для него роковыми. Во время рейса в 1856 году, «Арабия» столкнулась с подводным препятствием и быстро затонула. Хотя все пассажиры и команда благополучно эвакуировались, судно и его богатый груз остались под водой. И хотя в последующие годы ходили слухи о сокровищах на его борту, включая виски и дорогой фарфор, никаких серьезных попыток извлечь его не предпринималось, пока земные процессы не скрыли «Арабию» под слоями песка и глины. История возродилась в конце 20 века, когда команда энтузиастов, возглавляемая семьей Хоули и их партнерами, решила обнаружить и поднять затонувший пароход. После тщательного изучения карт и исторических записей, они нашли место, где «Арабия» была погребена. Используя современные технологии, команда провела масштабные раскопки и обнаружила не только пароход, но и его удивительно хорошо сохранившийся груз, представляющий собой ценный средств жизни и культуры Америки того времени. Среди найденных предметов были обувь, косметика, инструменты, лекарства, роскошная посуда, алкоголь и многое другое. Все это дало бесценный взгляд на повседневную жизнь людей той эпохи. Найденные артефакты и части самого парохода впоследствии стали основой для музея «Арабия» в Канзас-Сити, открывшегося в 1991 году, и ставшего домом для самой большой коллекции предметов довоенной эпохи в США. Секретные проекты и эксперименты нацистской Германии Во время Второй мировой войны нацистская Германия запустила множество секретных проектов и экспериментов, многие из которых были направлены на создание передового военного оружия и технологий. Эти инициативы варьировались от инновационных до фантастических и даже абсурдных. Одним из наиболее амбициозных проектов была разработка ракетной техники, в том числе создания ракет V-2, первых в мире баллистических ракет дальнего действия. Эти ракеты были использованы для бомбардировок Лондона и других городов, ставших предвестниками эры космических исследований и ракетной гонки Холодной войны. В области авиации нацисты экспериментировали с созданием реактивных и ракетных самолетов, включая Мэ-262, первый в мире серийный реактивный истребитель, и Хортен Но-229, прототип стелс-бомбардировщика. Также проводились работы над проектами летающих тарелок и других необычных летательных аппаратов, целью которых было достижение превосходства в воздухе. Наиболее мрачной страницей научных исследований Третьего Рейха стали медицинские эксперименты на людях, проводимые в концлагерях. Эти жестокие эксперименты, включая испытания на выживаемость в экстремальных условиях, изучение воздействий инфекционных заболеваний и методов стерилизации, были осуждены мировым сообществом как вопиющее нарушение человеческих прав и этики. Кроме того, введение секретных исследований расширило границы в области химического и ядерного оружия. Проекты по созданию атомной бомбы, хотя и не были завершены во время войны, задали тон для последующих ядерных программ США и СССР. После военной раскопки и исследования мест, где проводились эти эксперименты, открывают новые данные о технологическом и научном потенциале нацистской Германии. Находки в области ракетной техники и авиации часто поражают своим новаторством, показывая, как далеко могут зайти усилия в военное время. Дружба жителей Древнего Египта и пришельцев Тема связи между Древним Египтом и НЛО является предметом интереса для многих исследователей и энтузиастов паранормальных явлений. Многие факты остаются домыслами, но есть и детали, которые не поддаются логическому объяснению. В некоторых храмах и пирамидах можно найти рисунки, напоминающие современные представления об НЛО. Наиболее известным примером является изображение на стенах храма Рамзеса II в Абусимбеле. На одной из стен исследователи обнаружили изображение летающей тарелки, имеющей округлую форму и странные аэродинамические характеристики. Среди других подтверждений можно отметить многочисленные записи на папирусе, посвященные НЛО. Одна из них переводится так. «И появился в небе круг огненный. У него не было головы, но из его пасти вырывалось ужасное зловоние. Тело его было огромным, безголосым был он». Немного пугает, не правда ли? Подобные записи принадлежат и летописцу, жившему 3,5 тысячи лет назад. Он утверждал, что небо покрыли огненные диски, но фараон не струсил и не позволил воинам бежать, после чего летающие объекты скрылись в одно мгновение. Такие понятия, как крылатые щиты и огненные диски, неоднократно встречаются в древнеегипетских письменных религиозных источниках. Железо в Древнем Египте практически не добывалось и было редким металлом, но в письменах часто упоминаются железные троны, скипетры и одежда, предназначенные для фараона. Бог Солнца был в металлическом одеянии и восседал на троне из железа и огня, что также звучит достаточно странно. Отдельного внимания заслуживает обидовский иероглиф, обнаруженный в зале поминального храма фараона Сети I. Здесь уфологи заметили вертолет, подводную лодку, планер и дирижабль. Долгое время снимки находки считались фальсифицированными, но вскоре их подлинность подтвердилась. Появились предположения, что жители Древнего Египта смогли заглянуть в будущее. Другие же ученые считали, что инопланетяне путешествуют во времени и просто рассказали им о событиях 20 века. Скептики категорически отрицают подобные идеи, считая, что изображения стали результатом наложения двух иероглифических надписей, потерпевших разрушение штукатурки между ними. Есть и другой не менее удивительный рисунок, где летающий диск сбрасывает авиационную бомбу, но критики и здесь имеют свое логическое объяснение. Клубок пряжи При раскопках древнего поселения Бронзового века в Англии, известного как Британские Помпеи, были найдены три клубка пряжи возрастом в 3000 лет. Их обнаружили в подземных домах, построенных на болотистой местности. Один из клубков был обуглен, что ставит вопрос о том, как он мог выдержать огонь без повреждений. Композиция пряжи до сих пор не установлена из-за хрупкости артефактов. Недостаток информации о составе пряжи вызывает споры среди ученых, особенно когда речь заходит о материалах, шерсть или растительные волокна. Предполагается, что найденные клубки могли бы сделаны из льна или крапивы. Все это говорит о том, что история вязания и использования текстильных материалов в древности остается мало изучено и полной загадок. Археологи до сих пор пытаются определить значение этих деревянных текстильных изделий, многие из которых могли быть утрачены или повреждены в результате пожара, уничтожившего поселение. Это делает задачу восстановления исторического контекста еще более сложной. Секретный проект Манхэттен В мире существует один тип вооружения, наличие которого в корень меняет положение страны на геополитической карте мира. Это атомное оружие. В темные времена Второй мировой войны, когда мир был разделен ужасными событиями, группа выдающихся ученых собралась в секретном месте, чтобы работать над проектом, который мог бы кардинально изменить ход истории. Этот проект получил название Манхэттен. Миссия по созданию первой атомной бомбы. Это была гонка со временем и наукой, где ставки были выше, чем когда-либо. Искра, которая зажгла проект Манхэттен, пришла от маленькой группы еврейских беженцев, прибывших в США в поисках убежища от нацистской Германии. Они предупредили, что в Берлине идет разработка атомного оружия. Удивительно, но вся информация об этой разработке была открыта и доступна для изучения. Но за этими великими научными открытиями и инженерными достижениями скрывалась глубокая внутренняя борьба. Недавно обнаруженные личные письма и дневники ученых, работавших над проектом, открывают новый взгляд на их переживания и мысли. Эти документы рассказывают о сомнениях и этических дилеммах, с которыми сталкивались эти люди, взвешивая последствия своих изобретений. В их записях можно найти вопросы о моральности создания оружия такой разрушительной силы и о будущем человечества после его использования. Ученые задавались вопросом, спасаем ли мы мир, создавая такое оружие, или мы просто открываем ящик Пандоры, последствия которого невозможно будет обратить вспять. Эти письма и дневники позволяют нам заглянуть в души людей, стоявших за одним из самых значительных и спорных научных достижений в истории. Они показывают, что даже в процессе создания великих изобретений ученые оставались прежде всего людьми, испытывающими страх, сомнения и надежду. Ученые работали под руководством физика Роберта Опенгеймера, которого через несколько лет назовут отцом атомного оружия. Буквально недавно даже был снят фильм на эту тему. Сокровища Кёнигсбергского замка Кёнигсберг, историческая столица Восточной Пруссии, в свое время был домом для великолепного замка, построенного в 1255 году Тевтонским орденом. Замок служил резиденцией для прусских князей и королей, а позднее и для немецких императоров. В его стенах хранились бесценные произведения искусства, исторические реликвии и богатая библиотека. Однако настоящий интерес вызывает судьба сокровищ, которые, по легендам, были спрятаны в замке или его окрестностях в преддверии советского наступления в конце Второй мировой войны. Среди этих сокровищ упоминаются золото, драгоценные камни, а также невообразимо ценные артефакты и произведения искусства, которые могли быть украдены нацистам из оккупированных территорий и спрятаны в замке как в самом надежном месте. В апреле 1945 года Кёнигсберг был взят советскими войсками, а замок серьезно пострадал от бомбардировок и впоследствии был разрушен в послевоенные годы. Все это время сокровища так и не были найдены, что породило множество историй и предположений о их возможном местонахождении. На протяжении десятилетий археологи, искатели приключений и ученые пытались раскрыть тайну сокровищ Кёнигсбергского замка, проводя раскопки в руинах и изучая архивные документы в надежде найти подсказки. Некоторые исследования привели к открытию подземных адов и помещений, однако ни одно из них не подтвердило наличие затерянных сокровищ. Сегодня местонахождение сокровищ Кёнигсбергского замка остается одной из величайших неразгаданных загадок 20 века, продолжая вдохновлять исследователей, писателей и искателей приключений на новые поиски и открытия. Древнейшая скульптура животного На побережье Южной Африки в 330 километрах от Кейптауна ученые из университета Нельсона Манделлы обнаружили самое древнее искусственное изображение животного, созданное человеком. Это скульптура голубого ската, выполненное из окаменевшего песка, находится недалеко от пещеры Бломбос, знаменитой наскальными рисунками, датируемыми 77 тысяч и 73 тысячи лет назад. Исследование показало, что скульптура была создана около 130 тысяч лет назад, в период среднего палеолита. Особая симметрия и выгравированные узоры указывают на то, что это произведение рук человека, а не случайно природное творение. Эта находка дает возможность проследить развитие искусства у древних предков человека, показывая переход от создания абстрактных форм к реалистичным изображениям животных. Уникальный тип ДНК в инопланетных мумиях В Перу обнаружены трехпалые мумии, утверждающие как нечто за пределами нашего мира. Создатели документального фильма «Сирена Дисси» и Майкл Мацоло анонсируют представление уникальных доказательств существования гуманоидов. Останки, найденные в горной шахте, по словам документалистов, не являются подделкой и содержат ДНК, не схожую с известными формами. Американские ученые в Мексике и Перу провели исследования, результаты которых опровергают утверждение перуанских властей о мумиях как о туристической аттракции. По мнению создателей фильма, находка может переписать историю человечества, став сравнимой с открытием Площаницы Христа или Ковчега Завета. Документалисты убеждены в необходимости научного анализа ДНК для понимания происхождения существ, возраст которых превышает тысячу лет, а ДНК на 30% состоит из неизвестных элементов, указывая на возможные генетические манипуляции. Фильм предполагает, что мумии могут быть доказательством нового вида или даже внеземного происхождения. Создатели планируют демонстрацию снимков и результатов исследований в прямом эфире из лаборатории, призывая к серьезному научному анализу обнаруженных останков. Секретные туннели под Лондоном Во время строительных работ в Лондоне обнаружена забытая сеть секретных туннелей, пролегающих под городом. Эти подземные коридоры, по предположениям исследователей, использовались военными и правительственными агентствами во времена Второй мировой войны, как для защиты от немецких бомбардировок, так и для проведения секретных операций. Туннели простираются на несколько километров под центральной частью города, образуя сложную сеть, которая когда-то служила скрытым артериальным путем для передвижения людей и важных документов, а также для секретных встреч военного командования и правительственных официальных лиц. Некоторые из этих подземных проходов ведут к зданиям, имеющим стратегическое значение, включая военные штабы и правительственные бункеры. Открытие подтверждает многочисленные слухи и легенды жителей Лондона о существовании под городом обширной сети туннелей. До сих пор большая часть этих подземных сооружений оставалась неисследована из-за секретного статуса и ограниченного доступа. Археологи и историки считают это открытие важным для понимания того, как Лондон старался защитить свою инфраструктуру и ключевых личностей в самые напряженные годы войны. Внутри туннелей были найдены остатки старинной связи, военной амуниции и даже личных вещей, что делает их ценным источником для изучения повседневной жизни того времени. Исследования и сохранение найденных туннелей продолжаются, и они обещают раскрыть еще больше секретов о жизни и защите столицы Великобритании в темные годы Второй мировой войны. Серебряное сокровище СС Гейрсопа Серебряное сокровище СС Гейрсопа стало одним из самых значимых подводных находок современности, обернувшись настоящей сенсацией в мире сокровищ и подводных исследований. Британское торговое судно СС Гейрсопа было потоплено немецкой подводной лодкой в феврале 1941 года во время Второй мировой войны, в то время как оно следовало из Индии в Великобританию, перевозя ценный груз, включая огромное количество серебра. Находясь в состоянии войны и страдая от нехватки металлов, Великобритания в то время активно использовала морские пути для транспортировки сырья и ценностей из своих колоний. Гейрсопа везла более 200 тонн серебряных слитков, предназначенных для финансирования военных усилий и поддержания экономики страны. Потопление судна стало ударом по ресурсам Британии. Обломки Гейрсопа были обнаружены в 2011 году на глубине более 4700 километров Северной Атлантики, что стало возможным благодаря современным технологиям поиска и изучения подводных объектов. Операция по подъему серебра оказалась крайне сложной из-за глубины, погодных условий и технических ограничений, однако она была успешно осуществлена и большая часть серебра была извлечена. Гигантское пламя в небе Южной Флориды 9 февраля 2021 года житель Южной Флориды возвращался домой с работы, как вдруг заметил вспышку света, заставившую его остановиться. Записав происходящее на мобильный телефон, Стюарт стал свидетелем необычного явления. В какой-то момент по небу начал разворачиваться большой белый шлейф, становясь все больше и больше. Это не шокировало работягу, а скорее поразило, ведь явление напоминало гигантское пламя, охватывающее ночное небо Флориды. Как известно, этот штат имеет популярность среди НЛО. С 1998 года в Южной Флориде было зафиксировано более 7 тысяч наблюдений пришельцев, при этом некоторые из них все еще не поддаются логическому объяснению. Что касается этой ситуации, то свечение максимально схоже со следом, оставленным после запуска ракет Илона Маска в 2017 году. После начала космической миссии в небе оставались схожие светящиеся инверсионные следы, что приводит к очевидному выводу. Несмотря на загадочность рисунка посреди ночного неба, вероятно, это были не пришельцы, а испытания гиперзвуковой ракеты, оставившей причудливый след, испугавший жителей Южной Флориды. Русские пирамиды Если вы не видели лично, то наверняка слышали о величии египетских пирамид на Плата Гиза. Этот архитектурный ансамбль, веками восхищающий мир своим великолепием, считается одним из самых монументальных. Но российские исследователи предложили альтернативу, указав на существование даже более древних пирамид на территории России, охватывающие районы от Кольского полуострова до Черного моря. Первое открытие таких пирамидальных сооружений произошло на Кольском полуострове в 2001 году, датировка которых указывала на возраст, вдвое превышающий египетские аналоги. Последующие находки подтвердили искусственное происхождение этих пирамид, построенных вперед с 9 до 40 тысяч лет назад. В 2010 году исследователи обнаружили еще одну древнюю пирамиду, указывая на схожесть техник строительства с египетскими и китайскими сооружениями. В Красноярском крае находится сопка черная, потухший вулкан, получивший название пирамида, за свою трехгранную форму с рукотворной кладкой, обнаруженную в 1993 году. В Ростове-на-Дону расположено святилище Ария, уникальное сооружение, предшествующее египетским пирамидам на тысячу лет и построенное по принципу золотого сечения. Особенно богат Крым, где в 2001 году было найдено 7 пирамид, расположенных в линию между Севастополем и Форосом, предположительно старше египетских на 2000 лет. Их архитектура напоминает тибетские и мексиканские пирамиды, свидетельствуя о существовании древней развитой цивилизации. Сложно поверить, что египетские пирамиды не такие уже древние, как нам говорили раньше. Также подобные находки подтверждают, что египтяне были не первыми, кто создал такие грандиозные сооружения. До сих пор человечество ломает голову и пытается понять, для чего люди в древности строили пирамидальные сооружения по всему земному шару. Операция Бернард Операция Бернард представляет собой одну из самых амбициозных и секретных операций времен Второй мировой войны, проведенную нацистской Германии с целью дестабилизации экономики союзных стран путем массового производства поддельных банкнот. Основной целью операции было затопление британского и американского рынков фальшивыми фунтами и долларами, что должно было привести к инфляции и подорвать доверие к национальной валюте. Запущенная в 1942 году под руководством СС операция использовала таланты заключенных концлагерей, квалифицированных художников, типографов и банкиров, которым обещали лучшие условия содержания в обмен на участие в производстве подделок. Центром операции стала тайная типография в концлагере Заксенхаузен, где были созданы идеальные копии британских фунтов и позднее американских долларов. Качество подделок было настолько высоким, что даже эксперты испытывали трудности с их определением. Фальшивые фунты-стерлинги считаются одними из лучших подделок в истории, а некоторые из них так и остались в обращении на протяжении многих лет после войны. Планировалось, что фальшивые деньги будут использоваться для финансирования шпионских операций на территории врага, а также для покупки ценностей и стратегических товаров в нейтральных странах. Однако, несмотря на успешное производство большого количества поддельной валюты, планы по их массовому распространению были не полностью реализованы из-за логистических и стратегических проблем. Конец войны и падение нацистской Германии положили конец операции Бернард, но и последствия этой кампании ощущались еще многие годы. Обнаружение огромного количества поддельных банкнот после войны вызвало необходимость в обновлении защитных мер и технологий изготовления денег. Обнаружение Ленинградского дневника В архивах Санкт-Петербурга, ранее известного как Ленинград, было сделано уникальное открытие, проливающее свет на одну из самых темных страниц истории Великой Отечественной войны – осаду Ленинграда. Обнаруженный дневник, написанный неизвестным автором во время блокады, представляет собой личное свидетельство о жизни и выживании в городе, который почти 900 дней был отрезан от остального мира немецкими войсками. Текст дневника охватывает период с первых дней блокады до ее прорыва, описывая ежедневные трудности, страхи и надежды жителей Ленинграда. Автор документирует все – от острого дефицита продовольствия, воды и топлива до героических усилий жителей по защите своего дома от врага. Дневник также затрагивает моменты личного горя и радости. Открытие этого документа стало значительным событием для исследователя и всех, кто интересуется историей Второй мировой войны. Ленинградский дневник позволяет взглянуть в душу обычных людей, оказавшихся в эпицентре одной из самых жестоких блокад в истории. Этот дневник стал важным историческим источником, дополняющим официальную историю осады Ленинграда личными переживаниями и свидетельствами, что делает историю более полной. Первая битва с инопланетянами уже состоялась? 26 августа 1946 года американская научная экспедиция отправилась на Южный полюс. Его возглавил военно-морской офицер и исследователь адмирал Ричард Бёрд, принимавший участие в Первой мировой войне. В ходе экспедиции было задействовано 13 кораблей, 33 самолет и почти 5000 солдат ВМС США. Группа под командованием адмирала вернулась лишь через 9 месяцев, сообщив о том, что ей пришлось вступить в бой с остатками Третьего рейха и, возможно, инопланетянами. Летающие объекты атаковали участников экспедиции и нанесли существенный урон американской группе. Бёрд в своем отчете утверждал, что увидел неопознанное устройство, способное двигаться с невероятной скоростью, почти мгновенно изменяя свое местоположение. На то время заявления адмирала, несмотря на его высокий статус, казались выдумкой. Однако в 2018 году спутниковый снимок позволил увидеть инверсионный след, оставленный чем-то, двигавшимся на невероятной скорости. След простирался через всю Землю, соединяя Южный и Северный полюс, а это около 20 тысяч километров. Максимальное продолжительное сохранение следа его формы 30 минут, при этом большая часть начинает рассеиваться уже через 15. Исходя из полученных данных, можно говорить о том, что объект, оставивший инверсионный след, двигался со скоростью не менее 80 тысяч километров в час, что в 10 раз выше скорости самого быстрого самолета, существовавшего на данный момент. Остров Садзима Остров Садзима, отмеченный историей как одно из самых мрачных мест в период Второй мировой войны, получил прозвище «Ад на земле» из-за жестокого обращения с военнопленными, содержавшимися здесь в крайне тяжелых условиях. Расположенный в отдаленной части Японии, этот остров стал местом массовых страданий и смертей солдат союзных сил, попавших в плен к японской армии. В последние годы археологические раскопки на острове Садзима пролили свет на темные страницы его понимания жизни, условия содержания и обстоятельств смерти пленных, вынужденных терпеть невыносимые условия, голод, болезни и жестокое обращение. Остров, использовавшийся в военных целях, был изолирован от остального мира, что позволяло скрывать происходящее здесь от международного сообщества. Рассказы выживших и исторические документы свидетельствовали о бесчеловечных испытаниях, но лишь недавние раскопки позволили в полной мере оценить масштаб трагедии. Находки на острове включают личные вещи военнопленных, письма, которые так и не были отправлены, и фрагменты одежды, которые помогают реконструировать образ жизни и последние моменты людей, оказавшихся здесь. Сокровища древних захоронений На северном кладбище Таоси в Шаньси, Китай, археологи открыли уникальные бронзовые изделия и захоронения, датированные периодом весны и осени 770-481 годов до н.э., ключевой эпохой в истории Китая. Первое упоминание о кладбище появилось в 2014 году после задержания грабителей гробниц. Новые раскопки раскрыли пять гробниц этой эпохи, связанной с весенними и осенними летописями, историческим текстом, переписываемым Конфуцию. Одна из гробниц, обозначенная как 2015-M1, содержала различные бронзовые предметы, включая треноги, котлы, зеркала и колокольчики. Также были найдены захоронения мужчины и женщины в камеры с двухэтажными платформами, украшенные погребальными дарами. Эти находки имеют характерные черты, связанные с династией Цзинь, и демонстрируют связь с культурой Чу и Цилу, подчеркивая культурное и технологическое взаимодействие регионов. Свитки Мертвого моря Открытие свитков Мертвого моря в 1947 году бедуинами в пещерах Кумрана, расположенных на северо-западном побережье Мертвого моря, стало одним из самых значимых археологических событий XX века. Эти древние тексты, датированной периодом между III веком до н.э. и I веком н.э., пролили свет на многие аспекты религиозной жизни, истории и культуры Древнего Ближнего Востока, а также на процесс развития текстов Библии. Свитки содержат более 800 документов, включая копии всех книг еврейской Библии, за исключением книги Эсфирь, апографические произведения, которые не включены в канун Библии, и тексты, относящиеся к правилам и верованиям еврейской секты, вероятно, эсеев, живших в Кумране. Находка стала сенсацией, поскольку эти тексты старше любых известных до этого копий Библии на тысячу лет, предоставляя уникальную возможность изучить развитие библейского текста и религиозные взгляды того времени. Инцидент в Розуэле Инцидент в Розуэле, произошедший в июле 1947 года в штате Нью-Мексико, США, остается одной из самых обсуждаемых и загадочных страниц в истории НЛО и нацистской Германии. События начались с обнаружения неопознанных обломков на ранчо недалеко от Розуэла, что привело к многочисленным спекуляциям о крушении инопланетного корабля. Но как вы помните, нацисты также пытались изобретать вооружение, которого не было ранее, в том числе и нечто похожее на летающие тарелки. Поэтому историки и любители теории заговора сплели эти события между собой. Изначально военно-воздушные силы США объявили, что был найден летающий диск, но вскоре заявление было отозвано, и официальная версия изменилась на крушение воздушного шара, используемого для метеорологических целей. Это изменение позиций вызвало подозрения и породило теории заговора, согласно которым правительство США скрывало правду о встрече с инопланетянами. В последующие годы инцидент в Розуэле стал культовым событием в уфологии, вокруг которого сложила целая индустрия, включая книги, документальные и художественные фильмы, конференции и даже тематический парк в Розуэле. Уфологи и исследователи предполагают, что военные не только обнаружили обломки НЛО, но и тела инопланетян, что, по их мнению, было строго засекречено. Правительство США, в свою очередь, неоднократно отрисало наличие каких-либо доказательств визита инопланетян и подчеркивало, что все секретные проекты, связанные с Розуэлом, касались исключительно военных исследований и разведывательной деятельности в рамках Холодной войны. В 1994 году Пентагон и ЦРУ опубликовали отчеты, в которых утверждалось, что обломки принадлежали секретному проекту МОГУЛ, предназначенному для стяжения за советскими ядерными испытаниями на больших высотах. Однако эти доказательства не убедили многих сторонников теории заговора, которые продолжают искать новые доказательства инопланетного вмешательства. Монолит посреди пустыни В ноябре 2020 года в пустыне Ред Рок на юге штата Юта экипаж вертолета и биологи проводили подсчеты скота, как вдруг заметили, нечто поразительное. Приблизившись к загадочному объекту, они обнаружили большой блестящий серебряный предмет, находящийся в недоступном для человека каньоне. Власти Юты пытались сохранить находку в секрете, но вскоре данные о ней просочились в социальные сети. Люди, пораженные объектом, назвали его монолитом Юты, оставшимся от пришельцев. Загадочный металлический памятник, оказавшийся посреди пустыни, стал предметом для фантазии и богатого воображения людей, верящих в существование более разумных цивилизаций, живущих на других планетах. Предполагалось, что этот монолит оставлен космическим кораблем пришельцев для того, чтобы они имели возможность связаться с нами. Многие были убеждены, что монолит построен из инопланетных строительных материалов. Материал имеет уникальные свойства, не встречающиеся в природе на нашей планете. Композит из металла и керамики способен поглощать волны радаров. Известно, что подобный сплав могут иметь корабли пришельцев, обладающие антигравитационными свойствами. Некоторые уверены, что правительство США не только знает об этих материалах, но и использует останки кораблей пришельцев, чтобы создать оружие следующего поколения. Эксперты тщательно проверили монолит, чтобы определить тип металла, а также попытались найти полости в загадочном объекте. Несмотря на все теории и рассуждения в социальных сетях, ученые убеждены, что монолит создан человеком и, возможно, помещен в каньон лишь для того, чтобы стать проявлением красоты произведения искусства. Следы динозавров в наскальных рисунках Научное сообщество встретилось с необычным открытием на северо-востоке Бразилии, где нашли уникальное соседство следов динозавров и древних петроглифов. На территории штата Парайба в районе Сироты-ду-Летрейру исследователи обнаружили окаменелые отпечатки терапот, завропот и игуанодонтов раннего мелового периода, а также доколониальные наскальные рисунки. Это уникальное место объединяет древние следы и искусство, создавая символическую связь между живописью и фасилиями. Ранее также встречались петроглифы вблизи следов динозавров, однако не в таком тесном взаимодействии. Исследователи считают, что древние художники осознанно выбирали места рядом с древними следами для своих рисунков. Это подчеркивает глубокое восприятие связи между искусством и природными явлениями. Петроглифы, которым ранее уделялось меньше времени, теперь исследуются совместно с древними следами. Наскальные рисунки представляют собой круглые фигуры с радиальными линиями и другими геометрическими мотивами, значение которых пока остается загадкой. Среди рисунков выделяются изображения, напоминающие сетки, звезды и змей, указывая на разнообразие стилей и, возможно, на присутствие нескольких авторов. Секретные документы Ялтинской конференции В феврале 1945 года, когда Вторая мировая война приближалась к своему концу, три самых могущественных человека того времени – президент США Франклинд Рузвельт, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и глава Советского Союза Иосиф Сталин – встретились в Ялте, городе на берегу Черного моря, который тогда входил в состав СССР. Эта встреча вошла в историю как Ялтинская конференция. Задачей лидеров было обсудить и решить, как будет устроен мир после падения нацистской Германии, чтобы обеспечить долгосрочный мир и безопасность. Недавно обнаруженные и опубликованные секретные документы этой конференции проливают свет на сложные переговоры и дипломатические маневры, которые происходили за закрытыми дверями. Эти материалы включают в себя протоколы заседаний, личные письма и дневники участников, благодаря которым мы можем увидеть, как формировались решения, касающиеся границ стран, восстановление разрушенных территорий и создание организаций объединенных наций. Особенно интригует обсуждение раздела Германии на оккупационные зоны, которые впоследствии привели к длительному разделению страны на Восточную и Западную Германию и планы в отношении Польши, которые вызвали много споров и противоречий. Также в документах обсуждали судьбы других стран Европы и Азии, включая вопросы о восстановлении экономики, военных преступлениях и будущем мировом порядке. И казалось бы, Ялтинская конференция положила начало мира на нашей планете. Однако это геополитика, и здесь не бывает все так однозначно. После поражения нацистской Германии в мире начались новые войны и конфликты, которые не заканчиваются по сей день. Самое интересное, что главные игроки те же, и мир до сих пор находится в напряжении и в нескольких шагах до начала новой, уже третьей мировой войны, с возможным использованием того самого атомного оружия. Секретное видео НЛО, скрываемое правительством США 23 ноября 2019 года, неподалеку от южной границы между Аризоной и Мексикой, агенты Министерства внутренней безопасности летали на самолете, чтобы найти и арестовать контрабандистов, переправляющих запрещенные вещества на территорию США. В какой-то момент их инфракрасная камера сняла нечто, имеющее достаточно странную форму. Загадочный объект, визуально напоминающий резиновую утку для ванны, поразил наблюдателей, а затем и правительства Америки. В сентябре 2021 года секретная видеозапись была передана экспертам, изучающим пришельцев. Получив видео от Министерства внутренней безопасности, Энди Маршалл был шокирован, увидев объект, напоминающий резиновую утку. Впервые появившись в интернете, видео поразило зрителей тем, что неизвестный объект имеет длину около двух метров и двигается, не имея каких-либо крыльев или следа выхлопных газов. Предмет, напоминающий утку, летал в определенном направлении около часа, а видео официального федерального агентства не позволяет думать, что это монтаж. Сообщество уфологов относится к видео крайне серьезно, считая, что оно доказывает существование НЛО. Эксперты, анализировавшие запись, также расходятся во мнении. Известно, что неопознанные летающие объекты имеют общие поведенческие характеристики, среди которых скорость, маскировка и высота передвижения. Что касается так называемой резиновой утки, то она двигается слишком медленно, преодолев за полчаса всего лишь 15 километров пути. Подобная скорость ветра является нормой в этой местности, поэтому не исключено, что секретное видео НЛО – это всего лишь объект, который подхватили потоки воздуха. Лагерь Собибор Лагерь смерти Собибор, расположенный в Польше, был одним из наиболее зловещих мест нацистского геноцида во времена Второй мировой войны. Недавние археологические раскопки на этом месте пролили свет на мрачной странице истории Холокоста, обнаружив остатки газовых камер, жилых помещений и личные вещи жертв. Эти находки стали важным свидетельством масштабов преступлений, совершенных в лагерях смерти. Газовые камеры Собибора были центральным элементом уничтожения населения, и их обнаружение дает понимание технологического аспекта нацистской системы массового истребления. Раскопки раскрыли фундаменты и структуры этих зловещих сооружений, где нацисты убивали миллионы невинных людей. Находки личных вещей жертв, таких как обувь, украшения, детские игрушки и предметы быта, говорят о масштабах трагедии и о личных историях тех, кто был обречен на смерть. Эти предметы служат мощным напоминанием о жестокости преступлений, совершенных против них. Открытие на месте лагеря Собибор не только вносит вклад в понимание истории Холокоста, но и служит важным уроком для будущих поколений. Оно напоминает о необходимости помнить ужасы прошлого. Затопление Бисмарка Затопление Бисмарка, флагмана немецкого флота во время Второй мировой войны, является одним из наиболее знаковых и драматических событий в военно-морской истории. Этот боевой корабль, названный в честь канцлера Германии Отто фон Бисмарка, был на тот момент одним из самых мощных в мире, благодаря своей броне, вооружению и скорости. Его спуск на воду в 1939 году сразу же привлек внимание мирового сообщества, став символом военно-морского могущества нацистской Германии. Бисмарк отправился в свой первый и последний боевой поход в мае 1941 года. Его задача была нарушение морских снабжений Великобритании, атакуя суда, перевозящие грузы из Северной Америки. Однако вскоре после начала операции британский военно-морской флот обнаружил Бисмарка и принял решение о его уничтожении, чтобы предотвратить потенциальные угрозы для своих морских путей. 24 мая 1941 года, после обмена огнем с британским крейсером Худ, Бисмарк сумел нанести критическое повреждение Худу, приведшее к его взрыву и последующему затоплению. Этот успех, однако, стал первой победой для Бисмарка, поскольку в ходе боя корабль получил повреждения, ограничившие его маневренность и скорость. Британский флот использовал это преимущество, чтобы преследовать и окружить немецкий линкор. 27 мая 1941 года, после интенсивной погони и нескольких неудачных попыток атаки со стороны британских военных кораблей и авиации, Бисмарк был окончательно затоплен в Атлантическом океане. Большая часть его экипажа погибла. Обнаружение обломков Бисмарка в 1989 году на глубине более 4700 метров стало значительным событием, давшим возможность исследователям и историкам узнать больше о последних часах корабля и обстоятельствах его затопления. Эти обломки до сих пор привлекают внимание специалистов и остаются памятником как инженерному мастерству, так и трагедии войны. Самое неприличное животное древнего мира Бонакон, зверь средневековых бестиариев, вызывал удивление и смех своими необычными способностями. Это существо, упомянутое в древних текстах, извергало огонь из задней части, обжигая преследователей. Идея о Бонаконе привлекала внимание уже более тысячи лет, начиная с Плиния Старшего, который описывал его под названием Бонасус. Этот мифический зверь, обладающий гривой как у коня и телом быка, использовал необычную форму защиты, выбрасывая навоз на большое расстояние. Аристотель, заложив основы зоологии, также упоминал это животное под названием Мноапос, указывая на его обитание в Пионии, регионе севернее Македонии. Уникальность Мноапоса заключается в его способности выбрасывать экскременты с такой силой, что они могли образовывать защитный вал вокруг самок в период родов. Вопрос о реальном прототипе этих существ остается открытым. Исследователи предполагают, что за легендой могли стоять встречи с дикими быками, такими как туры или зубры. Однако фантастические детали, присущие рассказам о Бонаконе, как и многие другие средневековые мифы, могли быть результатом недопонимания или шуток древних наблюдателей, стремившихся удивить или развлечь своих современников. НЛО в Розуэле. Начало заговора властей 24 июня 1947 года пилот, пролетая над каскадными горами штата Вашингтон, разыскивал разбившийся военный самолет. В какой-то момент он заметил 9 объектов в форме полумесяца, летевших строем на высоте более 3 км со скоростью 1900 км в час. На тот момент казалось нереальным. Арнольд Кеннет стал первым, кто описал неопознанные летающие объекты как блюдцы. Средства массовой информации узнали об этом и придумали фразу «летающая тарелка», в дальнейшем ставшую неотъемлемой частью главной современной загадки человечества. Две недели спустя, 7 июля 1947 года, владелец ранчо в Розуэле связался с шерифом, сообщив о странных обломках. Он слышал историю о летающих тарелках и предположил, что одна из них могла потерпеть крушение во время недавнего шторма. Получив обломки, шериф передал их армейской авиабазе. Вскоре на ранчо прибыли военные, что начало череду ошеломляющих событий. В течение суток власти полностью изменили свое отношение к открытию, заявив, что журналисты допустили ошибку и произошедшее никак не связано с НЛО. В 1978 году тема крушения НЛО в Розуэле вновь стала популярной. Бывший военный признался, что логические объяснения были прикрытием, а фотографии – постановочными. Он утверждал, что настоящие обломки заменили, чтобы скрыть существование пришельцев. Участвовавшие в поиске точно знали, что это внеземной космический корабль, но не смогли рассказать об этом людям. Любознательные ученые нашли еще несколько отставных военных, и все они подтвердили факт крушения НЛО. Скептики считают, что они врали ради гонорара. Но опровергнуть или подтвердить то, что правительство США скрыло разбившийся инопланетный космический корабль, все еще никому не удалось. Верить в НЛО или нет – каждый решает сам. Некоторые факты внеземной цивилизации по-прежнему не поддаются сомнению, заставляя нас принять новую реальность. В то же время охотник за НЛО из Пентагона и бывший руководитель управления по расследованию аномальных явлений дал интервью, которое нельзя не принять во внимание. Шон Киркпатрик признался, что его офис не нашел ни одного реального доказательства, касающегося инопланетного происхождения. Кроме того, он отрицает правительственные заговоры, цель которых – скрыть доказательства существования инопланетян. В то же время ветеран ВВС США Дэвид Груш дал скандальное интервью. Подтвердил то, что он участвовал в сокрытии тел инопланетян и внеземных транспортных летательных средств. Кто из них говорит искренне, а кто боится признать правду? Время покажет. На вес золота. Недавно мексиканские ученые вложили 9,5 миллионов песо в приобретение трех уникальных документов конца XVI века. Эта инвестиция открыла новую страницу в истории, предоставив ценные сведения о периоде прихода испанцев на земли современной Мексики. Речь идет о кодексах Сан-Андреса Тетепилко, составленных на рубеже XVI и XVII веков, которые ярко иллюстрируют события того времени, включая эпоху правления Искуатля, четвертого властителя Теначтетлана и основателя Ацтекской империи, и прибытие Эрнана Кортеса. Эти раритетные кодексы были куплены для Национальной библиотеки антропологии и истории, благодаря усилиям и поддержке частных лиц и организаций. Оплата в размере 9,5 миллионов песо позволила вернуть их из частных рук в общественное достояние. Анализ показал, что кодексы созданы из АМАТЭ, традиционной бумаги из деревянной коры, с применением натуральных красителей, что подчеркивает высокое мастерство их создателей. Подтвердить подлинность документов удалось благодаря совместной работе с экспертами из различных научных учреждений. Кодексы Сан-Андреса Тетепилко выделяются на фоне других артефактов благодаря уникальному сочетанию коренных традиций с европейским влиянием. Они содержат тексты на языке науатель и испанском, написанные латинским алфавитом. Это сокровище дает возможность глубже погрузиться в изучение и понимание ключевого периода в истории региона. Танк Маус Танк Маус, немецкая мышь, колоссальный проект нацистской Германии, символизирующий стремление к созданию супероружия во времена Второй мировой войны. Разработанный под руководством инженера Фердинанда Порше и лично одобренный Адольфом Гитлером, Маус был задуман как самый тяжелый танк всех времен с весом в 188 тонн. Его создание отражало философию нацистских военных стратегий, сосредоточенных на превосходстве через технологическую мощь. Разработка Мауса началась в 1942 году и к концу войны были построены всего два прототипа. Основной задачей танка было прорыв обороны противника с возможностью противостоять любым видам артиллерийских снарядов и препятствий. Он был вооружен 128-мм орудием, способным уничтожать любые цели на расстоянии до 2 км и дополнительным 75-мм орудием, а также имел броню толщиной до 220 мм. Однако гигантские размеры и масса Мауса стали его главным недостатком. Танк страдал от проблем с подвижностью, его было трудно транспортировать и он мог двигаться только по специально укрепленным дорогам. К тому же его огромный вес делал невозможные переходы через мосты, что серьезно ограничивало его оперативное использование на фронте. К моменту капитуляции Германии работы над Маусом так и не были завершены и танк так и не принял участие в боевых действиях. Один из прототипов был захвачен советскими войсками и отправлен в СССР для изучения. Сегодня этот уникальный экземпляр можно увидеть в Центральном музее Вооруженных сил в Москве. Секретный бункер Черчилля В 2020 году исследователи Великобритании сделали удивительное открытие, обнаружив один из засекреченных бункеров, построенный для поддержки секретной армии Черчилля, о существовании которой мало кто знал. Эта армия, известная как вспомогательное подразделение, была создана в начале Второй мировой войны как подпольное сопротивление на случай успешного вторжения немецких войск на территорию Великобритании. Бункер, найденный в глубине английской сельской местности, был одним из примерно 500 подобных сооружений, расположенных по всей стране. Он представлял собой укрепленное подземное убежище, оснащенное всем необходимым для длительного пребывания, от мест для сна до складов с оружием и боеприпасами. Бункеры были предназначены для малых групп вооруженных гражданских, которые должны были осуществлять диверсии, саботаж и разведку в тылу врага в случае оккупации. Эти секретные подразделения были сформированы по инициативе Уинстона Черчилля, который настаивал на создании сети сопротивления, способной оказывать существенное сопротивление нацистским захватчикам. Участники этой сети были завербованы из числа особо надежных и физически подготовленных граждан и прошли специализированное обучение. О чем молчат уста истины? Уста истины Бока Дела Варита – это древняя мраморная скульптура, изображающая божество океана и датируется она первым веком н.э. С диаметром 1,75 м и весом в 1300 кг, эта реликвия может восходить к римским временам, служа канализационным люком или элементом фонтана, учитывая традицию изображения речных богов на подобных объектах. С течением времени эта скульптура превратилась из обыденного архитектурного элемента в загадочный объект, окруженный мистическими легендами. Особенно известной стала история о ее способности отсекать руку лжецу. По одной из легенд, женщина, обвиненная в неверности, ухитрилась сохранить руку, верность и честь, используя хитрость и женское коварство. Первые упоминания об этом артефакте датируются XI веком, а свое нынешнее местоположение у церкви Санта-Мария Инкасмедин он получил после переноса в 1631 году. Но мировую славу устам истины принес кинематограф, в частности фильм «Римские каникулы», где Грегори Пек и Одри Хепберн испытали на себе магию скульптуры, превратив ее в символ Рима и источник вдохновения для многих культурных произведений. Сегодня уста истины считаются не просто древним артефактом, но и самым фотографируемым канализационным люком в мире, привлекая тысячи туристов, желающих проверить на себе древнее поверье. Секретный бункер в Орденах В тенистых лесах Орден, где эхо Второй мировой войны до сих пор находит отголоски в сердцах и умах исследователей, была обнаружена важнейшая находка. Секретный бункер, спрятанный среди густой растительности и забытый временем, раскрыл свои тайны после десятилетий молчания. Этот бункер, как выяснилось, использовался немецкими войсками в качестве командного пункта во время битвы в Орденах, одного из последних крупных наступлений Германии. Обнаружение бункера было случайностью, когда группа местных историков исследовала изменения ландшафта, вызванное военными действиями. Внутри бункера нашлись карты, документы и личные вещи солдат, предоставившие неоценимый материал для изучения. Среди документов были стратегические планы, командные приказы и дневники, раскрывающие подробности жизни военных и их взгляд на ход войны. Особенно поразительным было обнаружение шифровальных сообщений, которые, как предполагается, использовались для координации наступлений и перегруппировки войск. Эти документы дали историкам новое понимание сложности операции в Орденах и стратегического мышления немецкого командования. Древний мраморный диск Подводный мир средневекового моря скрывает не только красочных рыбок, но и тайны древних цивилизаций. Израильский дайвер Давид Шалом совершил невероятное открытие у пляжа Пальмахим. На дне моря он нашел мраморный диск возрастом в 2400 лет. Таких дисков известно всего 4 на весь мир. Древние корабли украшали такими дисками, которые служили не просто украшением, но и защитой от сглаза. Эти морские амулеты выглядели как глаза, помогая морякам ориентироваться на воде и предупреждая о возможных опасностях. Этот диск имеет диаметр в 20 сантиметров. Одна сторона плоская, другая выпуклая. А главное, на нем до сих пор сохранились следы краски. Древнейший в мире алмаз Сейчас я вам снова расскажу о драгоценных камнях, только очень и очень древних. История будет не просто об алмазе, а о самом старом алмазе на земле. Совсем как в фильмах или книгах о сокровищах, не правда ли? Международная команда ученых открыла этот уникальный камушек в России на месторождении алмазов под названием «Удачное». Здесь само название говорит о большой удаче для шахтеров. Этот алмазик размером всего 0,3 мм. Это меньше, чем головка булавки. Он прожил очень-очень долгую жизнь. И ученые смогли определить его возраст, используя сложные методы, которые звучат как настоящая магия и затопное датирование. Ученые рассказали, что алмаз образовался глубоко под землей, на глубине около 140 километров. Там было очень горячо, около 900 градусов Цельсия. И давление было огромным, в 37 тысяч раз больше, чем на земной поверхности. А возраст алмаза 3,7 миллиарда лет. Но самое удивительное, что это месторождение алмазов находится в 20 километрах от Северного полярного круга. Совсем близко к месту, где живут полярные медведи. Именно здесь, в 1955 году, советский геолог Владимир Щукин открыл эту удачную трубку. И затем здесь был построен целый город для добычи алмазов. А в этой трубке были найдены огромные алмазы, один из которых был назван в честь великого русского поэта Александра Пушкина. Светлокожие голубоглазые гиганты Веками ходили слухи о гигантских людях, живших на земле в далеком прошлом. Находки костей по всему миру подтверждают эти мифы. Одно из наиболее загадочных мест с такими находками – остров Санта-Каталина у побережья Калифорнии. Санта-Каталина – маленький уютный остров вблизи Лос-Анджелеса, входящий в архипелаг нормандских островов. Его история начинается с заселения индейцами Габриалина около 7 тысяч лет назад. После них здесь побывали и испанцы, и мексиканцы, пока остров не стал частью США. Особое внимание заслуживает история молодого Ральфа Глидена, переехавшего на остров в 1896 году. После находки индейского черепа он увлекся поиском древних реликвий. Взрослея, Ральф провел множество археологических раскопок, найдя свыше 800 могил и множество артефактов. Эти реликвии он продавал музеям и частным коллекционерам. Музей на острове Каталина, основанный Глиденом, известен своими уникальными экспонатами. Среди них скелеты, найденные Глиденом, стали особенно популярными. Но наибольший резонанс вызвала его заявка о находке останков людей ростом 210-270 сантиметров. По его словам, у них была европейская внешность, светлые волосы и голубые глаза. Одно из удивительных находок представлял скелет девушки, окруженный останками 64 детей. По данным Глидена, на острове были обнаружены останки более 3000 человек. Большинство из них имели высокий рост, что не было характерно для индейцев. В 1913 году врач немецкого происхождения Фюрстенен обнаружил 8-футовый скелет в Авалонском заливе, рядом с которым находились артефакты, в том числе камень с символами. При попытке извлечения скелет разрушился, оставив лишь часть костей. Пресса активно реагировала на такие сообщения. Газета The Ogden Standard Examina в 1929 году писала о находках Глидена, утверждая о существовании на Каталине древней высокорослой расы. Кроме того, говорилось, что на соседнем острове Санта-Роза в 1959 году были обнаружены скелеты с двойными рядами зубов и шестью пальцами на руках и ногах. Фюрстенен также слышал легенды о древней расе гигантов на Каталине, жившей до прихода европейцев. Однако сенсационные находки Глидена на Санта-Каталине остались под вопросом для ученых со всего мира. Большинство ученых считали, что он ищет финансирование для своих исследований, а слухи гласили, что скелеты в его музее лишь качественные подделки. По некоторым источникам, часть гигантских скелетов была отправлена в Калифорнийский университет и Смитсоновский институт, где исчезла в тайных хранилищах. Архивные фото, предположительно изображающие данные скелеты, вызывают споры. Есть мнение о их поддельности. Однако исследователь Марзули утверждает об их подлинности, отмечая наличие шестого пальца на одной из кистей. В 1962 году, предчувствуя близкую кончину, Глиден продал свою коллекцию всего за 5000 долларов. Он ушел из жизни в 1967 году. Сегодня вопрос о том, кем был Ральф Глиден, мастером мистификации или первооткрывателем загадочной цивилизации, остается открытым. К сожалению, не найдено убедительных научных доказательств существования гигантов на Земле вместе с человечеством. ДНК из капсулы времени Недавно ученые достали ДНК из глиняного кирпича, которому аж 2900 лет. Этот кирпич непосредственно из дворца короля Ашурнасерпала II в древнем городе Калху на территории современного Ирака. Они нашли 34 группы растений, включая березу и капусту. Этот кирпич стал настоящей капсулой времени биоразнообразия. Важно отметить, что кирпич был сделан из глины, соломы и животных экскрементов, и он таки не был обожжен, благодаря чему ДНК и сохранилась. Сейчас этот уникальный кирпич хранится в Национальном музее Дании. Новые методы, используемые на кирпиче, открывают двери возможности изучения ДНК животных и насекомых таким же образом. Глиняные материалы есть практически на каждом археологическом участке, что делает их золотой жилой для исследований. А лучшим источником ценной и интересной информации о древнем мире является наш канал. Так что подписывайтесь и пишите добрые комментарии под видео, на которые я постараюсь ответить. Спасибо за ваши просмотры, всем пока!